Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Сегодня на очень особенный эфир. В честь дня Гимель Бетамуз, Третий Тамуза, День Рэбэ. И сегодня в этом эфире будем обсуждать тему Рэбэ и евреи Советского Союза, евреи русскоязычные по всем мире. Мы сегодня посвятим нашу программу теме любопытского Рэбэ. Зачем нужен Рэбэ? Мы сегодня будем говорить с известными лидерами, Рэбинами, общественными деятелями о том влиянии, кто Рэбэ на них повлиял лично. Рэбэ повлиял на все русскоязычное вещество и вообще на весь мир. То как нам продолжать нашу связь с Рэбэ, это влияние на весь мир. У нас сегодня будет очень интересная программа, честный эфир. Меня зовут Рэбин Бензо-Ласкин. Я программный директор Международной войско-организации «Хама». Организация, которая была основана в Советском Союзе как подпольная войско-организация. Сегодня услышите историю, как Рэбэ Любавческий писал этой организации письма тете на храме. Подписывал дедушка. Он каждый месяц, Рэбэ, давал тысячу долларов в эту организацию поддержку. И основатель этой организации Рэбина Гелиаль Зальцман, Рэбин Мушехудайтов, Рэбин Мороховский, с которыми сегодня они будут беседовать также попозже, рассказать свою историю потрясающую. И они основали эту организацию, чтобы нести свет. И сегодня мы организовали этот проект, эту программу сегодня, чтобы вместе все рэбинские общины по всему миру объединиться в этот особенный день. И действительно, я хотел бы начать сегодня, то, как мы сейчас будем беседовать с Рэбином Рэбином России, Рэбином Барлазаром, с господином Леви Ливаевым, с Рэбином Зальцманом Худайтов, с Рэбином Ушехаймом Левиным, с господином Розенцманом Изусалима, с Рэбином Зальцманом Сторонто и многими-многими людьми, которые будут рассказать потрясающие истории о их отношении с Рэбином, давайте ответим один вопрос. А зачем наш Рэбин? А что такое Рэбин? В чем суть? Очень часто нас Рэбинов называют, меня называют Рэбином, других моих коллег. Хотя Рэбин и Рэбин – это совершенно разные вещи. Рэбин – это учитель. Рэбин, он учит. Человек, который учился много лет в Ищебе, его миссия – нести эти знания, свои общения, добавить им эти знания, вести их, но Рэбин – это совершенно другое значение. Но для этого давайте возвратимся в этой недельной главе Торы, глава Корах, считается за границей. Это недельная глава, которая рассказывается о чем? О первом бунте против самого первого Рэбина, Ивизского народа. Это был Моисей Мошарабеню. Его родственник Корах говорит, зачем нам нужен Рэбин? Зачем нам нужен какой-то лидер? По иудаизме ведь главная суть – это наши заповеди. Одеваешь твилентой, связанной с Богом. Читаешь твилентой, связанной с Богом. Зачем нам нужен кто-то по секидине? С каких-то пол? И когда начнется этот бунт против Моисея Мошарабеню, против Аарона, Икорах берет 250 последователей. Заканчивается эта история, как мы знаем с вами, довольно грустно. Они все погибают. Эпидемия начинается. И народ видит своими глазами, что правда с Моисеем, правда с Аароном. Но тогда происходит очень интересный момент. Всевышний говорит, «Сейчас давайте сделаем тест, кто может быть Рэбе. Пусть каждый из вас возьмет посох. И когда вы всунете этот посох в землю, тот лидер, это было 12 лидеров, глав колен, и тот глава колен, у которого этот посох начнет свести, именно он станет главным священником, станет духовным лидером, станет Рэбе своего поколения. И вы знаете, что интересно? Один из 12, это был Аарон, брат Моисея, кто взял посох колена Леви, и именно его посох расцвел и стал миндальным терьмом. И тут задает любая скорая Рэбе. Простой вопрос. Минуточку. Во-первых, что за тест на Рэбе? Если там был бы тест у нас по поводу «Кто может сделать чудо, чтобы сведло дерево?» И тебе и пришли из Египта, там были великие маги, кто умели делать эти вещи. Их бы не удивишь таким чудом. Другой вопрос. Ведь еврейский народ уже знал, что Кох не прав. Зачем надо было вообще что-то доказывать? Убесеет ли вас, что это не было теста, на кто должен быть рад? Мы уже знаем, что это Моисей и Аарон. Всевышний хотел показать, что такое Рэда, что такое духовный лидер, в чем его суть, в чем его миссия. Что говорит Всевышний? Возьмите мертвую палку, оттолву над своих корней, высохши уже все. Ведь никакого природного объяснения, шанса, чтобы когда-либо, что-либо из этого уже росло. и когда ты берешь мертвую палку и всунуешь ее в землю, и она начинает свисти, это есть духовный лидер, это есть Рэбэ. Потому что Рэбэ, это я приводил от твех слов. Рош, Беней, Исраэль. Глава сынов Исраэля. Все души, они как один организм, они имеют один корень, один источник. Но на этом источнике, на этом корне есть разные уровни. Есть души на уровне ног, на уровне рук, на уровне сердца. Разные уровни, разные миссии. Но есть одна душа, она общая душа. Душа, которая чувствует боль каждого человека, чувствует нужду любого человека, видит его истинный потенциал, объединяет, соединяет. Душа, которая сама по себе не имеет никакого эго. Что эго блокирует. Душа, которая свет, душа, которая называется Рэбэ. И Рэбэ, его миссия, это соединять. Это брать мертвую палку. То, что мы всегда говорим, мы уже отчаялись. От этого человека никогда ничего не произойдет. И забудьте, или это ситуация бесполезная. Поднять человека. поднять еврейский народ. И это, что сделал Рэбэ. Рэбэ стал лидером еврейского народа после Холокоста. Когда все говорили, что еврейский народ мертвая палка, то и никогда, не дай это Бог, не расцветет. Более 6 миллионов еврейский народ был сломан духом. сломанным духом. Юджей Кедрэйшин пришел к Рэбэ. В самом начале его лидерства. И они сказали ему, Рэбэ, мы хотим, чтобы в Нью-Йорке и во всей Америке и вообще по всему миру на праздник Песах в каждом доме был один стул пустой в памяти о 6 миллионах погибших евреев. Любавческая Рэбэ отказывался категорически. И Рэбэ объяснил это следующими словами. Когда Гитлер и Махшимова захода будет его память стерта, хотел уничтожить еврейский народ. Он не только народ хотел уничтожить, но и уничтожить все синагоги, все кладбища еврейские. Только в одном месте в Браге, там, в Старом Квартале, все нетронуто, все осталось. Не от любви нацистов к еврейскому народу, а от желания, чтобы остался один музей в этом мире, чтобы люди будут со всего мира приезжать, видеть, как был иудаизм, как дата. Когда мы просто ставим стул пустой, это не победа над нацистами. Настоящая победа над нацистами это когда иудаизм перестает быть музейным, когда иудаизм живой, когда еврей живой, когда ты призываешь человека, который никогда не был в пасхальном седре своей жизни и вместе с ним читаешь пасхальную году. Это наша победа. Когда ты знаешь после одной буквы, это все, что ты знаешь, и ты делишь этим знанием с другими евреями. Это наша победа. Это революция, которую я бы взял за то, что многие евреи считали, как внутренним балкам, если это были евреи после Холокоста. Если это были евреи, которые не имели Всевышнего 70 лет, это мы евреи Советского Союза, когда они критиковали российских евреев, я бы всегда говорил не критикуйте, они дети, взятые в плен, которые не имели возможности, но критиковать их нельзя, надо помочь им, надо раскрыть им этот свет. И вы знаете, приводится в Талмуде история, что когда умирал великий Раби Елизар, пришли к нему его коллеги и сказали ему, что Раби, ваша смерть, Раби для нас, он уже болел у кровати, он говорит так, ваша, Раби для нас это больше, чем дождь, потому что дождь, он дает пользу только в этом мире, а Раби дает пользу и в том мире, и в этом мире. Второй Рабин сказал, Раби, это больше, чем солнце, солнце дает свет только в этом мире, а Раби дает в этом мире, в грядущем мире. А третий сказал, Раби, это больше, чем отец и мать, да отец и мать дают только в этом мире любовь и заботу, А Рэба дает и в этой мире, и в этой души. И Рэба Леваски объяснил эти слова следующим образом. Почему дождь? Потому что дождь – это то, что раскрывает потенциал в этой мире. Земля бы никогда не могла бы расти деревья, плоды, всю красоту земную, без дождя, без воды. То есть, Ама Мэй, настолько много света, частица Бога в каждом человеке. Но без Рэба, без души, которая видит в тебе этот свет и раскрывает тебе, ты не сможешь его раскрыть. Когда пришел молодой студент из Университета Оксфордского, к Львасскому Рэбе, сказал ему, Рэба, я ищу свой путь к Богу. У меня много вопросов, у меня было 20 вопросов. И Рэба ему ответил на все вопросы. Почему мир сотвоен? Когда был сотвоен? Эволюция и так далее. И вдруг Рэба к нему обращается, говорит, могу ли я тебе задать вопрос? Пожалуйста. Он не ожидал, англичанин. Вдруг Рэба говорит ему, а что ты делаешь в Университете Оксфорд и поблизи других евреев? К религии, к Богу, ко всему всему всему. Он ему отвечает, англичанин, да еще дипломат, да еще еврей. Поэтому, понимаете, Рэба, в той ситуации, в которой я себя сейчас нахожу, я еще не готов на это ответить, потому что если он скажет ему, что я что-то делаю, это неправда, не делаю некрасиво, Рэба ему говорит, еврей никогда находит себя в ситуации, еврей создает ситуацию. И этот молодой студент стал один из величайших раввинов нашего поколения, главный раввин Англии, раввин Джонатан Закс. Таких историй миллионы, тысячи, сотни тысяч, миллионы. И вот второй раввин говорит Рэба, как солнце. Солнце дает луч света, дает теплоту, когда тебе тяжело, когда ты видишь только тьму. Когда Эль Визель, новельский луриат, приходит к приватскому Рэбе, после этого ужаса, ада земного, который он прошел, и он говорит, цимхастойва, сэвэн сэвэти, Рэбе говорит ему, какое дать тебе благословение? Эль не знает, что просить. Говорит, Рэбе, благословляйте, как вы посчитаете. Рэбе говорит ему, я хочу дать тебе благословение, чтобы ты мог начинать заново. Рэбе никогда не могли дать ему более сильное благословение моей жизни. И когда через какое-то время Эль Визель опять приходит к луриатскому Рэбе, этому Рэбе не так тяжело, я стараюсь начать заново, но я когда-то умел плакать, и после этого ужаса, той трагедии, в которой я прошел, я разучился плакать. Рэбе, пожалуйста, научите меня опять плакать. И Бащи с Рэбем отвечает, я прошу прощения, но помочь тебе я не могу. Это не по моей теме. Но я могу научить себя чему-то другому, как взять эту боль и превратить ее, трансформировать ее в пение, в песню. Это было миссия Рэб. Он взял боль миллионов евреев, слезы евреев, и трансформировал их в одну песню. Это есть Рэб. Но третий, Рэбем сказал, Рэбе – это как отец и мать. Потому что отец и мать связаны с нами генетически. Частицы, они чувствуют нас сдалека, не сказав ни слова. Рэбе – это душа общая всего народа. Он чувствует каждого человека. Есть потрясающая история. Известный раввин Реджерзи, раввин Тайц, который, он был литовский раввин, и у него были очень хорошие отношения с государством. И в 60-е, 70-е, 80-е годы он ехал в Советский Союз, и Рэбе ему давал постоянно миссию, множество книг, Таня, Хумоши, Мизузы, что он передавал подпольное веем в Советском Союзе. С большой опасностью. И раввин Тайц это делал, ему приходил посланник от Рэбе, носил ему пакет, и он брал этот пакет и выносил его в Россию, привозил его туда, и так каждый раз. Один раз. Он приходит отдать, как всегда, посланник Любавческого Рэбе, но на этот раз вместо обычных книг и Мизузы он дает ему еще маленькую книгу Таня. Таня – это книга, основательная книга изучения хасидизма Хаббат, которую написал ее основатель Алтер-Рэбе. Это была личная книга Таня. Вы знаете, тот момент, что он увидит эту книгу, Алтер-Рэбе был известен в КГБ как лидер всего еврейства, все подпольное еврейство было под его руководством. И если бы его в Советском Союзе увидят в Москве с Таней Менаха Менделяшнерсона, то он ставит себя по-другому опасность. Но если Рэбе говорит, что так надо делать, то надо делать. Он спросил, а кому мне это дать, кому-то передать. Рэбе не сказал. Все. Он едет в Москву и на третий день предложил, чего он боялся. Только на него нападают два человека, надевают на него мешок, машину. Он уже молится, он уже обеден поднимается, он попал в Луки НКВД, а на нем находится Таня с именем Львовского Рэбе. Но тогда он повозит его за город, вынимает его из машины, снимают щек, и он видит, что там стоят. Два еврея, по Хасида. Один пожилой, один молодой. И они говорят ему, мы просим прощения. Зато там факт, что мы им уже создали, у нас не было выбора. Мы боялись, вас не увидели, вы не подозревали, мы не знали вас. Но у нас правшая просьба. У нас есть две позиции, которые выклибаются в Америку. Зайдайте, ребята, эти вопросы. Пожилой говорит, я в Москве долгое время, и я боюсь, что мне надо уезжать подальше, чтобы меня не арестовали, но я не могу оставить общину. Оставаться тут или уезжать. А молодого был вопрос, могу ли я уехать в Израиль, что многие, некоторые хасиды начали получать разрешение ехать в Израиль, но если мне не дадут разрешение, я потеряю свою работу, я занимаю большой пост, я много лет буду без работы отказником, я смогу не вытешить финансово. Что делать? И Рафтайтин пообещал, что я приду, еду к Рэбе, я задам. И вдруг он вспоминает, что у него Таня, кто вообще не понимал, для чего Рэбе ему это дал. И он говорит, вы знаете, у меня вообще из Таня то у вас есть сама Таня Любарьского Рэбе, кто Рэбе трогал своими святыми руками, и вы нам еще ее не показываете. И они начинают удержать эту Таню с торчащими руками, со слезами на лице. И вдруг они замечают, то есть две закладки в этой книге. Открывают первую, и там слова из Кангитани, что нельзя ждать, иногда моментально действовать. это отвечает первый Хасид. Я отсюда понимаю, что должен этот ответ Рэбе для меня, чтобы нельзя оставаться в Москве. Второе еще, это может быть для меня тоже закладка. И он находит, была ровно еще одна закладка. И там, говорится, и они зайдут в страну Израиль, благословением, читается эта страница, и должны ехать в страну на Израиль. И ров Таиц сказал, может быть, это вообще, это не для вас Рэбе это сделал, это так случайно, все может быть. Но когда ров Таиц возвращается обратно в Америку, и он, как всегда, дает доклад ревасскому Рэбе, Рэбе задавал ему вопрос о каждом Евгее, о каждой семье, кому он давал, тогда Рэбе говорит ему, а что с Таней, ты взял мою Таню? Ну да, я там видел два Хасида, они были безумно счастливы увидеть Таню, и ничего я бы больше не рассказал. Рэбе задавал ему вопрос. Но закладки мои они увидели. Это есть Рэбе. И это любовь бесконечную, бесграничную любовь. Это умение увидеть в человеке его суть, его души, его корень. Это умение дать свет, дать любовь индивидуальному великому и маленькому со всех уровней. Мы именно на этой теме сегодня, этой личности и этой революции, кто был живым в этой мире, посвященную нашу программу. И сегодня со мной будут гости, лидеры, раввины, общественные деятели, которые имели эту уникальную возможность иметь личное отношение с Рэбе. И каждый расскажет о своем Рэбе. Каждый расскажет о том, о том угле, о том, как он увидел Рэбе. А нам осталось только каждому взять свой урок и каждому продолжить этот свет все дальше и дальше. Так что давайте, мои дорогие, начнем нашу сегодня программу, наши беседы. Итак, дорогие друзья, когда мы говорим с вами о Львовском Рэбе и о русскоязычном еврействе, о той революции, которую Рэбе сделал особенно для нас, евреев русскоязычных, мы не можем об этом говорить, не побеседовав с главным посланником Львовского Рэбе в России, с главным Раввином России сегодня, Раввином Берлазаром, когда его Львовский Рэбе послал в Россию, никто не ожидал, никто не верил, кроме, наверное, самого Рэбе, в ту революцию, то, что сегодня произойдет с русскоязычным еврейством. Так что, Раввин Лазар, добрый день, здравствуйте. Добрый день, шалом. Спасибо вам огромное, что вы сегодня с нами. И, конечно, мой самый первый вопрос к вам сегодня в Гимель Тамус. Когда мы сегодня смотрим на русскоязычное еврейство, то, что сегодня происходит в России, на эту революцию, и отношение Рэбе к русскоязычным евреям, поделитесь с нами на эту тему. Ну, без никакого сомнения, что у Рэбе было, как говорят на английском, soft spot, особое место по поводу русскоязычных евреев. Евреи, которые жили тогда в Советском Союзе. Мы все знаем, сколько Рэбе молился, просил, умолял, плакал, чтобы они разновсегда уже вышли на свободу, чтобы они могли соблюдать заповеди. каждый фабрэнген, каждая встреча с хасидами, всегда Рэбе попросил, чтобы говорили лыхаем за них, что молили за них. И слава Богу, что сегодня мы видим результат всей этой молитвы. Но очень часто, когда мы говорим о Рэбе, мы говорим о том, что Рэбе думал о всех евреях, Рэбе заботился о всех. На самом деле я думаю, что самый главный момент в отношении, которое было у Рэбе, это то, что Рэбе заботился о каждом евреем. Не о всех, но на самом деле о каждом. Это видно во всех отношениях, которые были у Рэбе, встречи, которые были. Я думаю, что никогда раньше такого не было, чтобы любой человек мог подойти к Рэбе, разговаривать с ним, общаться с ним, и Рэбе был доступен для всех. Не было никаких ограничений, каждый еврей мог подъехать, каждый еврей мог писать сам Рэбе, Рэбе открывал каждое письмо, как известная история, что однажды кто-то хотел подарить Рэбе специальный прибор, который открыл конверты. Рэбе говорил, эти евреи закрыли этот конверт, может быть, своими слезами, я буду это открывать просто так, и когда кто-то предлагает, Рэбе взял какой-то печат чтобы вставить свой подпись, Рэбе говорит, я пишу этому еврею письмо ему, а вы хотите, чтобы я поставил там какой-то там печат с резиной, понятно, что для Рэбе каждый еврей, каждый человек был что-то уникальное, и каждый человек, который подходил к Рэбе, всегда говорил о том, что он чувствовал, что Рэбе полностью с ним, в этот момент Рэбе не думает ни о ком, кроме о его проблеме, и это мы видим постоянно, я это сам чувствовал, в своем детстве это чувствовал, когда мы женились вообще, мы с женой были готовы въехать уже в Советский Союз, это было в 89-м году, тогда никто не думал даже, что это возможно, но мы написали письмо Рэбе, что все, мы готовы, мы понимаем, что это нужно, важно помочь евреям, которые остались в Советском Союзе, и мы были готовы оставить все, главное, шляху Трэбе, стать посланником Рэбе, и я думаю, что по идее логика бы сказала, что вот есть пара, которые готовы так действовать, нужно их отправить, Рэбе говорит, нет, вам нужно еще год находиться в таком районе, в такой среде, где там есть религиозные евреи, где там есть обычная община, через год напишите еще раз, и так произошло, и я это видел в своей жизни, как я уже сказал, в детстве, видел потом, когда разные евреи писали письмо Рэбе, относился к каждому еврею по отдельности, и однажды секретарь Рэбе сказал, что когда он уже думал, что вот человек писал письмо, он уже знает примерно, приблизительно, то, что Рэбе будет отвечать на это письмо, что Рэбе ответит этому человеку, на самом деле, именно тогда Рэбе дал другой ответ, почему, потому, что к каждому человеку есть индивидуальный подход, то, что нужно ему, не нужно другому, почему, потому, что Бог отправил здесь, в этот мир, разные люди, у каждой своей миссии, очень часто бывает зависть, и когда ты смотришь на эти люди, зачем зависть, у тебя другая миссия, то, что есть у другого, есть у него, а то, что есть у тебя, если у тебя, Рэбе это доказал свой подход к каждому человеку, у тебя есть своя миссия, реализуй себя, думай, как ты можешь полностью реализовать все твои возможности, весь твой потенциал, но, это твоя миссия, поэтому, именно такой подход, и такое понимание, что действительно ты уникальный, как Рэбе много раз цитировал то, что написано в Тамуде, что мысли у каждого они разные, нет двух людей, которые думают и мыслят одинаково, почему, потому что у тебя есть своя миссия, и то, что Рэбе видел в каждом свой особый потенциал, и человек чувствовал, что действительно Рэбе не только хочет делать какой-то большой проект, где там будут тысячи и тысячи посланников, где можно там повернуть весь мир, нет, Рэбе думает обо мне, как я сказал эту историю, мы с женой тогда поняли, что несмотря на то, что Рэбе думает о всех евреях, но прежде всего думает о нас, и это то, что я думаю важнейший урок для нас сегодня, когда мы думаем о Рэбе, что Рэбе ожидает от нас, это подход к каждому человеку, то, что нужно одному, не нужно другому, то, что можно ожидать от одного, не можно ожидать от другого. Огромное спасибо, Равлазар, огромное спасибо. Равлазар, как вы объясняете сегодня, это вещь, которую нельзя объяснить, сегодня огромный успех шлихута, посланников, после Гемельтамуса, 26 лет спустя, количество шлухов в России, по всему миру утвоилось. В чем секрет? На самом деле, я не думаю, что только утвоились, я думаю, что это намного больше. Секрет, я думаю, это прежде всего это то, что уроки Рэбе и сегодня мы чувствуем, что они очень актуальны. Можно открывать любое беседу Рэбе, любое письмо, которое Рэбе написал кому-то, или какие-то выступления услышать, посмотреть какое-то видео, мы видим, как эти слова, они актуальны сегодня. То же, когда Рэбе говорил слова Торе, и не чувствуется, что Рэбе говорит о чем-то, которое произошло 3000 лет тому назад. Нет, это был такой живой момент. Люди чувствовали, что Рэбе сейчас рассказывает нам то, что произошло тогда, как будто это происходит сегодня. Рэбе. То, что Рэбе передал нам понимание, что такое шелихуд. Шелихуд это, когда человек ездит куда-то, он один, пребывает в какое-то место, и он должен там что-то создать. Там, может быть, мало есть евреев, может быть, пока не построена община, может быть, не хватает школы, не важно. И что Рэбе говорил? Очень интересные слова. Рэбе говорил, что бывают люди, которые выступают и говорят, все, сейчас мы делаем большую революцию. Я слышал эти слова пару минут назад по поводу революции. Да, бывают такие лидеры, которые приходят к массой, к людям и говорят, дайте все вместе сейчас делаем революцию, перевернем весь мир, поднимаем сейчас еврейство. И так бывает раввин, который приезжает в какой-то город, собирает всех евреев, говорит, вот, до сих пор ничего не было, сейчас поднимем все, все будет по-другому. Говорит Рэбе Тиний наш подход. Наш подход, это приходит раввин в какой-то город, подходит к одному еврею и говорит ему, у тебя есть сын, у тебя есть дочка, я хочу с ним позаниматься. Я хочу, чтобы он выучил еврейский алфавит, алеф, бет. Я хочу, чтобы он чуть-чуть больше знал. Я могу, может быть, вам помочь, материальный, духовный, неважно. Любой вопрос, где я могу быть полезен вам, опять, тебе я хочу помочь, я хочу помочь твоему сыну. Потом подходит к другому еврею и говорит, я хочу помочь твоему сыну. Потом, в какой-то момент, есть один сын, второй, третий, четвертый, много детей, тогда уже нужно создать детский сад или еврейская школа. Но суд здесь, это не то, что мы хотим делать революцию. Мы хотим помочь одному человеку. И этот урок, очень часто люди задают вопрос, ребят отправил шлухи в такие места далекие, где там есть всего, там несколько сотных евреев. Зачем отправить туда шлухи? Отправляй шлухи там в Нью-Йорк, или в Иерусалим, или в больших городах, где там не хватает много раввинов. Ребят говорил, нет. Где есть много евреев, они помогут друг другу. Где нужна реальная помощь, это тем людям, которые реально нуждаются. Например, если кто-то находится в тюрьме, кто-то находится, не дай бог, в больнице, кто-то находится в тяжелом состоянии, кто-то одинок в каком-то месте, как известная история по поводу тех евреев, которые где-то там в Австралии, в далеких местах, они думали, наверное, есть какой-то лидер еврейского народа. И вдруг подходит к ним какой-то раввин, который Ребят Павлов. Почему? Потому что когда есть один еврей, который нуждается, это наша задача. Это есть идея шлухи. Уникальность шлухи это не карьера. Если это была карьера, тогда давно уже, не дай бог, бы рохнуло. Потому что это не карьера. Если это была там задача, успех, что у тебя было тысячи и тысячи, сегодня куда раввины идут? Такие места, где там есть всего 300 евреев, 400 евреев, 500 евреев, 200 евреев, может быть, даже меньше. Это точно не карьера. Это точно не какой-то там вау, шум, реклама и так далее. На самом деле, когда мы поехали в Советский Союз тогда, приехали в Москву, это было не то, что сегодня, слава богу, у нас есть только хорошая община, великолепная община. Тогда никого не было. Собирать меня было сложно. Мы стояли на улице, искали 10 евреев, но, слава богу, что действительно, уроки, это идея, что может быть, твоя жизнь, она стоит ради того, что ты помог одному человеку. Как известно, висказанное в Айомьем, что душа спускается в этот мир 70-80 лет, чтобы помочь одному человеку. Да, ценить, что такое помочь одному человеку, может быть, нужно учить Тора 70 лет. Но на самом деле это может быть главная задача человека, помочь одному человеку. Этот урок, эта философия, этот подход, это есть красота шлихут, поэтому шлихут будет развиваться дальше и дальше, потому что это прекрасный урок. Самое большое удовольствие, которое мы получаем, когда мы помогаем кому-то. Габлазар, это действительно потрясающе и действительно, слава богу, то, что происходит в России и по всему миру, это сама отдача, самопожертвенность, которую Рэбе нам дал и которая продолжается это через вас и через то, что происходит в мире. Но тут вопрос, кто можно задать, скажет, что простой еврей. Но как мне сегодня в Гимель-Тамус, находясь там, где я бы ни был, в любом месте, в любом городе, хоть это Москва, Одесса, Израиль, Нью-Йорк, не важно где, быть посланником Рэбе, как мне быть связанным с Рэбе, как мне продолжать как-нибудь связанным. И я хочу, кстати, добавить, что мне лично один из самых моих больших роков в жизни был, когда я был еще много лет назад на Фарбенгене, Хазим Фарбенгене с вами, вы, наверное, это не помните, и в этом выступали. Одно из слов, которое на меня очень повлияло, когда вы рассказали, что ваш успех в вашем шлихуте, в вашем послании Рэбе, что вы каждую неделю пишите репорт, пишите ДОХ, репорт Рэбе. Это для меня было тогда что-то, что мне очень во многом изменило в жизни. Поделитесь. Прежде всего, я думаю, что действительно настоящий шлихут это связь с Рэбе. Потому что, что такое шлих? Шлих это посланник, должен быть кто-то, который его отправил, который послал его. Если ты забываешь, откуда ты, и кто тебя отправил, и зачем, к сожалению, человек может вдруг забыть, какая главная задача. И поэтому очень важна связь, очень важно и изучение ТОРа Рэбе, и как любой посланник должен отчитаться, должен потом рассказать то, что произошло. И мы видим огромное благословение, когда мы пишем письмо Рэбе, рассказываем то, что было, то, что нужно, чтобы хотелось, и мы видим, как Рэбе помогает. Потому что, действительно, успех в шлихуте, это без никаких сомнений, благодаря благословению Рэбе, молитве Рэбе, и то, что мы понимаем, что мы являемся длинной рукой Рэбе, и просто через нас Рэбе может дойти до какого-то еврея и влиять на него. Но, я думаю, что здесь есть еще важный момент. Именно связанно с Гимилтамусом. Когда Рэбе писал, какие должны быть задачи в день Ю-Ч-Ват, годовщина ухода предыдущего Рэбе, один из пунктов, который Рэбе написал, Рэбе попросил, чтобы каждый хасид пошел к людям, к молодежи, и рассказал им о любви, которая была у Рэбе к каждому из них, к каждому еврею. Это действительно невероятно. насколько Рэбе любит каждого еврея. Но Рэбе хотел, чтобы это рассказали людям. Создается вопрос, почему? Что Рэбе хотел? Пропаганда, чтобы люди говорили, вау, такой Рэбе, такой предыдущий Рэбе был такой добрый человек, который любил всех. Понятно, что это не реклама. Понятно, что Рэбе хотел, чтобы люди поняли, прежде всего, что действительно Рэбе их любит, и они должны взять этот пример в жизни. Нужно любить каждого еврея. Мы раньше говорили о том, что нужно помочь даже одному человеку. Как можно помочь? Как можно подумать? Я отдаю всю свою жизнь ради этого человека. какой-то шлях пойдет, не знаю, там далекий Биробиджан. Зачем? Там всего осталось, не знаю, там несколько тысяч евреев, может быть, несколько сотен. Зачем мне это нужно? Потому что я люблю каждого еврея. Если бы, и этот вопрос задавали много раз, не дай Богу, у какого-то еврея произошло страшное дело. Его сын уехал из дома. Уехал очень далеко, в далекую страну. Что бы ни сделал папа, тем более мама, чтобы спасать этого сына, чтобы возвращать его домой. Они бы ездили туда, жили там 10 лет. Не важно, что нужно сделать, чтобы возвращать этот сын себе домой. Почему? Потому что они его любят. Поэтому это то, что Раби говорит нам. В день Ючват, и сегодня, в день Третьего Томуза, что нужно делать? Какая главная задача? Главная задача это рассказать о том, насколько Раби любит каждого еврея. И эта любовь, если мы почувствуем, сколько Раби нас любит, сколько Раби любит каждого еврея, нам нужно потом реализовать и что-то делать. использовать эту силу любви, чтобы помочь какому-то еврею. Не только думать о себе, не только думать о своем комфорте, о своей карьере, о том, все, бизнес, все эти вещи важны. Прежде всего, нужно думать, действительно, давайте возьмем один урок от нашего Раби. Любовь к каждому еврею. Раби сам по себе много раз сказал, что если бы дали ему возможность, он бы сидел и учил кто-то с утра до вечера. А сколько часов Раби выделял другим евреям? Сколько часов Раби сидел и отвечал на вопросы, которые люди прислали ему? Сколько Раби сидел и принимал людей на аудиенции? Сколько часов Раби стоял и раздавал эти доллары? Почему это возможно только, если ты любишь каждого еврея по-настоящему? Это тот урок, который, я думаю, очень важный сегодня. Раби Лазар, огромное спасибо. Как говорится, слово Агава, любовь на иврите, кроме того слова, это Агав давать. Любовь настоящая, когда мы даем, не ожидая ничего взамен, это и есть великий урок Раби. И это все, что мы должны продолжать эту любовь. И вам спасибо огромное, что вы несете эту любовь по всей России и по всему миру, Бого Хаше, и что мы всегда несли и продолжали учения Раби, слова Раби, шлихут Раби во всем. Спасибо огромное. И чтобы Машиак пришел уже поскорее. Амин. Спасибо огромное. Да, это геронт. Так, дорогие друзья, мы продолжаем на сегодня особенный эфир. И вы знаете, и мы не можем сегодня говорить о влиянии любовьческого Раби на евреев бывшего Советского Союза, на русскоязычных евреев в мире, не говоря с господином Леви Ливаевым. Один из, как сказал любовьский Раби, еврей не должен находиться в ситуации, еврей должен создавать ситуацию. Господин Ливаев, президент Всемирного Еврейского Конгресса Бухарских Евреев, основатель фонда Оравнер, который изменил лицо евреев, русскоязычных евреев в мире. И я сегодня имею большую честь сегодня побеседовать. Господин Ливаев, шалом и враха, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Большое спасибо, что вы сегодня с нами. И в этот особенный день, день Гимель Томус, когда мы говорим о влиянии любовьческого Раби на нас и особенно на русскоязычную еврейскую общину всего мира. Я хотел бы сегодня с вами поговорить о вашем личном отношении с Раби и что на вас повлияло создавать ситуацию, что на вас повлияло в его личности. Как начиналось ваше отношение с Раби? Расскажите, пожалуйста. Так как вы говорите именно русскоговорящих, то что сейчас я вспоминаю и улыбаюсь, когда я приезжал к Раби, каждый раз я с ним начинал разговаривать на евритика, естественно. Но Раби всегда мне отвечал на русском языке. И он это делал, я понимаю, понимал, что он это делает с большим удовольствием. Тогда еврей мой был гораздо лучше, чем русский. Русский у меня был слабенький. Я уехал с Советского Союза еще молодым мальчиком, мне было 15 лет. И все-таки я провел львиную, как сказать, большую часть моей жизни в Израиле. И армия, и все вокруг. Но Раби со мной отвечал и говорил все время на русском языке. Так что все, что касалось евреев, СССР, для Раби это имело особенное место. Особенное место, с особенной любовью, с особенной, как это сказать, лаской. Он хотел и думал, как и в чем, что побыстрее можно восстановить и помочь евреям вернуться к своим корням. Это то, что было, я чувствовал каждый разговор с Раби. Я уже рассказывал это не один раз, когда я приехал в 89-м году Раби и сказал, Раби, я хочу, я уже подписал документы, бумаги, создаю совместное предприятие в Советском Союзе по обработке алмазов, превращать их в бриллианты. У меня особенные технологии, меня выбрали туда, как первым партнером в Советском Союзе создавать первое совместное предприятие. Но до меня был другой еврей, который подошел и спросил о бизнесе в России. Раби ему сказал, там, где ты, там тоже хорошо. Он спросил несколько раз. Я думал дважды спрашивать, уже не спрашивали, думал, может, не спрошу. Но мой приятель, который был со мной, говорит, нет, у каждого индивидуальный подход, ты расскажи свои проблемы. когда я спросил, Раби мне в ответ, надо создавать учебные заведения, создавать школы, детские сады, помогать советским евреям встать на ноги и заботиться о наших традициях. И он практически назвал все республики Советского Союза, что надо везде активно. То есть у Раби не занимало место, когда я говорил с ним про бизнес, Раби даже не ответил. Раби говорит, занимайся вот этим направлением, то, естественно, если ты будешь заниматься правильными делами, то все остальное будет получаться у тебя правильно, и хорошо, и успешно. Поэтому я, когда, ну, это очень трудно, когда ты стоишь перед Раби, и он на тебя смотрит, и ты начинаешь с ним вести какой-то разговор, твой язык, практически он у тебя пропадает. Раби, ты видишь, что Раби смотрит на тебя своими глазами, голубыми глазами, которые, как рентген, тебя вот насквозь сканируют. Ты стоишь перед Раби и практически можешь сказать, может быть, 10-15% от того, что ты хотел сказать. И каждый раз я думаю, я подойду, вот сегодня я спрошу и то, и то, и то. А как только с Раби начиналась какая-то дискуссия, я понимал, что насколько у Раби не, у нас говорят лоттофесмакон. Не занимает место. Не занимает место то, что мы говорим про бизнес, про деньги, много заработаем, да им больно. Делайте то, что нужно, и с бизнесом всегда будет хорошо. Это не важно, если я занимаюсь ювелирным изделием или стройкой, или еще чем-то другим. Там, где я занимаюсь, чем я занимаюсь, правильно, и помогаю, и создаю общины, и начинаю возвращать все еврейство, ставить это на ноги. еще особенно в Советском Союзе, где позволили практически с обнимкой большой дать евреям свой статус и помогали нам все органы. С первого дня это было. И в этом случае не помогать это просто грех, как говорят. Так что, уже бы было понятно, если это можно сделать, занимайтесь этим, а бизнес, конечно, будет хорошо. Это вообще не вопрос. Бизнес тоже будет хорошо. Вот это главный месседж, который я получил и могу как-то вот сказать в двух словах, вот что было от РЭБа. Огромное спасибо. Господин Ливаев, а вот когда началось ваше отношение с РЭБа? Когда впервые ваше отношение с РЭБа, с Хаббадом? Ну, мы всегда держали связь, еще когда жили в Советском Союзе, я родился в Ташкенте, еще мои покойные родители постоянно писали письма Мой дедушка со всеми хаббадскими раввинами находился в Сибири, ему дали сначала расстрел, потом пожизненно и 25 лет тюрьмы. Значит, так как они, у них был Хейдор, у них было Миквы и так далее в Самарканде, то есть со всеми теми раввинами, которые остались при иудаизме настоящем, это были именно посланники РЭБа и Раяц, которые остались, были, активно работали после прихода Советского Союза, все, все как-то начали скромничать, многие, были такие, которые продолжали жить как евреи скрытно дома, но именно те, кто рисковали своей жизнью и помогали другим евреям остаться евреями, это были именно все посланники Любавичевского РЭБа, еще РЭБа Раяц. Так что все, что они заложили, вот этот фундамент, он остался и он продолжается по сей день. Вы поймите, вот каждый раз, я был у РЭБа первый раз в 80-м году, и после армии женился, я приехал к РЭБе. Значит, и с первого же дня, когда я писал всегда РЭБе и говорил, вот я там открыл еще три школы в Израиле, еще открыл пять детсадов, естественно, я всегда ждал, что РЭБ как-то похвалит, скажет, молодец, ты скилл, митсвот, ма сень, ту вим. Все подосновения. РЭБа смотрел, говорил, вы можете сделать еще больше, вы могли бы сделать еще больше, то есть успокойтесь, вы могли сделать больше, то есть а когда ты смотрел во все вокруг, вот на каждый форбрингингинг, там, когда РЭБе собирал по всем событиям, по субботам, когда там собирались тысячи людей, они вот стояли, тысячи людей и в таком большом зале, это было такое ощущение, РЭБе мог говорить часами, часами и часами, и вот такая жажда, столько много у него поклонников, по всему миру, он построил такую империю, я смотрел на РЭБе, как он одевался, очень простенько, жил в той же самой квартире, где жил его, РЭБе до него, он там, я думаю, не поменял ни стула, ни стола, ни табаретки, вообще ничего, в самом простом стиле жизни, который может быть, то есть, вот ты смотришь так, показываю сейчас фильм про Трампа, как он строил вот эти вот свои тадж-магалы, Трамп-билдинг, все в золоте, все плестит, все богатство, и ты смотришь, что сделал любопедческий РЭБе, живя у себя на той же улице, проживая, не выезжая из города, не летая на самолете, практически не общаясь ни с кем по телефону, построил такую империю с этой, как бы, анава скромностью, которой у него была, да, всегда чистая одежда, но та же самая одежда, та же самая рубашка, которую просто ее стирали, РЭБе я одевал каждый раз, то есть, у него не было всех вот этих вот новых аппаратов, каких-то гаджетов, каких-то там еще что-то, ты смотришь, многие из нас, которые думают, мы так оборудованы, мы настолько продвинуты, многие из нас еле-еле зарабатывают себе на еду, как говорят, еле кормят свою семью, а ты смотришь, что построил РЭБе, РЭБе построил такую организацию, ее нельзя оценить деньгами, даже вот посчитать деньгами, это сотни миллиардов долларов, у него не было золотых месторождений, не было нефтяных скважин, у него была его простота, простота, что надо помогать другим делать все правильно, оно будет развиваться, больше, чем наш маленький, то, что мы работаем маленькой части нашего мозга, можем понять, и я бы показал, что такое хаббат по всему миру, организация, которая называется, ортодоксальная, это не какая-то там организация, которая разрешает быть light Jew, как говорят, без поблажек, никаких протекций, ничего, никаких компромиссов, быть евреем, надо быть евреем, но самое главное в еврействе, заботься о другом, помогай другому, если ему плохо, значит, я виноват, почему есть где-то еврей, что он не знает, что он еврей, что он не может жить, как еврей, а я это вижу, значит, я в этом виноват, если есть такая ситуация, и мы видим, что творится, и поэтому мы видим эту модель, которая копируется практически уже не города, мы говорим по районам уже, в каждом районе есть бельхаббат, скоро же будет на улицах уже переходить, я думаю, по улицам, и мы видим, какую громадную работу при этой громадной скромности Любовичевского Рэбе, в этой простоте его одежды, я помню туфли Рэбе, они были настолько старые, у них они были с задней стороны, они как тапочки уже были, у них была вот эта вот, кожа со второй стороны, они были внутри туфлях, а если бы Рэбе только заикнулся, ему бы приносили чеки, чтобы там, не знаю, по десятке миллионов долларов, Рэбе показывал всем, что нет денег, и самое главное для нас, это искренняя вера, что тем, что мы занимаемся, это правильный путь, и для этого есть книги, где все написано, как надо, со времен Балшенкова, по сей день, мы видим, как надо жить правильно, тот, кто жил, как говорят, как Трамп в золотых квартирах, и вот как жил Рэбе, и вот, пожалуйста, мы видим, что Рэбе построил, нету примера ни одного такого в мире, что можно привести, здесь мы видим, это не потому, что Рэбе расписал точно, как это делать, Рэбе правильно воспитал своих учеников, которые, слава Богу, размножаются день за днем, и по всему миру, мы это видим. Амин. Господин Ливай, вы знаете, потрясающие слова, огромное вам спасибо, многие задаются, вот с чем секрет Хаббата, как вот 26 лет, после же Гимель Бетамуза, и Хаббат только за это время утроила свою силу, а не наоборот, когда казалось бы, что должно произойти наоборот, вот как вы это объясняете, вот в вашем понимании? Я думаю, потому что истина является именно в этом пути, именно истина, именно доброта. Я знаю много Батей Хаббат, которые делают все, чтобы как-то приближать евреев к этому еврейству, и они находятся в районах, где живут небогатые евреи, то есть они должны ходить с места, переезжать с места на место, искать по всему миру, чтобы кто-то им помог, для того, чтобы они содержали общину. Это не то, что они попали в такую богатую общину, что они там живут хорошо, и у них все, как говорят, в шоколаде. Они находятся каждый день в том депрессивном месте, где очень тяжелая жизнь, где у людей нету серьезных доходов, где зарплаты маленькие, в странах, где инфляция сумасшедшая. И они с большим трудом, но все равно работают. И у них все равно получается. Все равно получается. Это именно истинность, это именно правда, это именно направление, которое не имеет других интересов. Как только начинаются другие интересы, не дай бог, то, естественно, это все падает. Так что, если есть такие места, у кого какие-то проблемы, мы всегда знали, что гладко все быть не может никогда в жизни. Потому что, если все гладко, то что-то не то. Обычно должны, как говорят, кохотсит рахла постоянно, где есть душа, там, где есть святое. Святость. Там темные силы. Там темные силы появляются. Так поэтому, да, мы с этим сталкиваемся. Это непросто. Это было сделано непросто. Но вы знаете, мы начали работу где-то в начале, в самом начале 90-х годов, в 90-м году, в 91-м году. Вот за эти 30 лет, хотя это для меня как будто прошло 5 лет всего с тех пор, но прошло 30 лет. Чудо. Я уверен, что для Рэби это большой нахоть. Что то, что здесь сделано в странах СНГ, мы видим, приехали сюда молодые раввины, которые являются внуками тех, кто родились здесь, большинство из них. То есть они приехали уже не зная ни одного слова на русском языке. Сегодня у них уже, слава Богу, рождаются внуки здесь, в странах СНГ, которые несут ту же самую службу. И это расширяется все не по дням, а по часам, не по дням, а по часам, не по дням, а по часам. Хаббат это не организация, которая работает. Вы знаете, у многих хасидов есть своих хасидов, есть свои, как говорят, двобы, свои окружения. Своё окружение. Они не схватываются с другими, только со своими. Живут всегда в одном городке, в одной деревне, не хотят смешиваться ни с кем другим. Вы посмотрите, что сделал Хаббат. Он объединил практически всех евреев, и чёрных, и белых, и жёлтых, и красных, и химих, по всему миру. И все они понимают сегодня, что они все равны. Это самое главное то, что научил Ребе. Как говорят, это Тура, это для Ам, Исраэль, еврейского народа. Её надо внедрять всё глубже и глубже, чтобы мы знали, что там написано, и жили правильно. Когда мы читаем, смотрим, вот каждая Пороша и Пороша, каждая Пороша и Пороша. Мы смотрим, сколько мудрости. Мишпатим, судебность. Есть целая Пороша, как надо судить, как надо быть со свидетелями относиться, как надо наказывать. Мы смотрим, мы не можем придраться ни к одному пункту, всё, что написано в Туре, не то, что я, профессора и так далее. Наоборот, все народы берут из Туры и копируют это в реальной нашей жизни. В реальной нашей жизни. Так что, чем больше работаешь, тем больше святостей, тем больше тьма, как говорят, кухот, ситра, ахра и так далее. Хотят мешать, да, бывает, многие, бывает, да, но Рэби никогда не обижался на таких, когда приходили и хотели даже разразить Рэби. Рэби им отвечал, как к любимому сыну, любимому внуку с улыбкой и понимал, что он потерялся, надо ему помочь, не надо на него обижаться, он не виноват, что он это говорит, он не получил правильное образование, он не получил правильное воспитание, и Рэби относился с любовью даже к самому такому агрессивному, кто подходил к Рэби. Вот со всех вот этих моментов у Рэби есть столько много, чем он учится, столько много, чем он учится. Мы можем про это говорить часами, месяцами, не закончим. Вот этот факт есть на лицо. То, что сделал Рэби, мы видим спустя десятки лет, во что превратился Хаббат. Всемирная организация, где все построено правильно, где нет конфликтов, где нет проблем, где нет такого, что каждый хасид создает свой двор и придумывает какие-то новые законы, все прописано, и вот по этим стопам все идут дальше. Мы видим, что здесь сделано в Советском Союзе. Столько было за 70 с лишним лет. То, что было запрещено, мы видим, что за 30 лет. Где мы находимся сегодня? Гораздо глубже, чем евреи в Америке, гораздо глубже, чем евреи во Франции, гораздо глубже, чем евреи в Англии. Мы столько многого достигли, особенно в России, на Украине, в странах... Старшая революция. Целая революция. Что каждый может жить по своей вере, с уважением друг к другу и соблюдать кошерные рестораны, кошерный резьбак и даже наши больницы отдельные, которые специально для евреев. чего здесь нет приютов и чего только нет, слава Богу. Тысячи посланников с детьми, с внуками, которые работают здесь. Так что у нас еще все впереди. Я уверен, что, дай Бог, через 10, 20, 30 лет будет столько много, о чем можно будет говорить, столько много еще примеров можно будет показать. господин Ливаев, огромное спасибо. А вы знаете, вот я вспоминаю слова Рэбе, что Рэбе вообще не создавал, Рэбе создавал лидеров. И как Рэбе его спросили однажды, что он спал два часа в день, он сказал, я сплю быстро. Но у меня к вам вопрос. Сейчас такие непростые времена, время коронавируса, карантина, когда весь мир проходит кризис. Что вас вдохновляет в эти непростые времена? Что вам дает силу продолжать дальше, делать еще больше? Как вы можете поделиться с нами? Вы знаете, самые трудные испытания такие обычно, как только начинается какой-то кризис экономический, или кризис начинается, то в натуре человек Тева Адам, он говорит, давайте сразу снимаем расходы. Меньше тратим, экономим, мы не знаем, как будет ситуация. Вот именно в такие моменты Рэббер говорил, надо давать больше ДТК, надо помогать в два раза больше. Потому что мы не зависим от никаких коронавирусов. Этот вирус через полгода, никто его помнит, уже не будет. Мы все его забудем. Это большая паника. Да, бывает кризис, такой бывает кризис экономический. Но, как Рэббер говорил, сипурэхасидим, тот, кто кашур ламала, тот, кто привязан к верху, лонофэл ламата, не падает вниз. Вот это самое главное не забывать, что мы связаны с верхом. И не дай Бог, никогда не упадем вниз. Надо в это верить. И успеть, суметь, правильно прожить нашу жизнь и воспитать следующие поколения, чтобы делали этот прекрасный мир, который создал Всевышний и подарил нам, чтобы мы его делали красивее, лучше и помогали друг другу, и заботились друг о друге. И, чтобы не говорить, я не занимаюсь миссионерством. Я не миссионер, я не люблю. Есть такие люди, считают себя очень продвинутыми, но они настолько эгоистичны. то есть, если тебе хорошо, а ты видишь, другой ошибается в чем-то. Ведь я не вмешиваюсь в его жизнь, я не хочу влиять на его. Это называется эгоизм. Именно наоборот написано в Хаббат. Иди, трать свое время, заботься о друге. Даже если он не важно, я говорю, я не говорю про деньги экономические. Видишь, человек потерян. ты должен помочь ему, открыть ему глаза, помочь, чтобы в голове был порядок, чтобы он знал, как надо жить. Помоги ему встать на ноги, а все остальное уже будет окей, все остальное придет само по себе. Вот это самое главное. Не заботиться только о себе, о своей семье, заботиться о других. Это вот тому, что учил наш Любавический Рэб. Потрясающе. Огромное спасибо господин Ливаев, как сказал Любавский Рэб в его известной беседе, когда Гагар лежит бездыханная, в пустыне со своим сыном, со Шмаэлем. Приходит ангел, что он говорит о Гагаре, протяни свою руку сыну, кому еще тяжелее, чем тебе. Когда он протянула ему руку, появился колодец. Колодец там уже был раньше. Она увидела его, когда помогает человеку, к тому еще тяжелее, чем тебе. Вам огромное спасибо за последующую беседу, за что вы делаете ради всего еврейского народа. Продолжайте шлихут Рэб и помогаете всем шлухам по всему миру постоянно. И как сказал Любавский Рэб один Эвен Исраэль, Равену Штензальцу, он сказал ему, что у меня три проекта огромных и каждый занимает мне целый день. Я не знаю, что делать, какой из них можно убрать. Тогда на это ответил ему Рэб побери четвертый. Хочу вам дать благодарность, чтобы вы всегда продолжали еще больше делать, еще больше продолжать вместе. И огромное вам спасибо. Разрадоши все проход. Огромное спасибо. С нами был господин Левий Ливаев. Спасибо огромное. Дорогие друзья, я сейчас очень рад представить нашего следующего гостя. Посланник Любавского Рэб в Торонто, в Онтарь, был послан в 1980 году. Основывал там потрясающий еврейский центр и революционный духовным лидером узкоязычной еврейской общины Торонто Равин Юсифиц Рэб Зальцман. Рав Зальцман, добрый вечер. Добрый день. День добрый. Рав Зальцман, вы знаете, сегодня в этот святой день День Гимилтамус мы говорим о Рэбе, о его величии, о пророчестве, о праведности, о революции, которую Рэбе сделал. Можно говорить без конца и дни, и месяцы нам не хватит. Я сегодня хотел с вами дотронуться именно до темы индивидуального отношения львайского Рэбе не только к великим, не только к общинам, не только к массам, но к индивидуальному человеку, к простому юноше. Хочу, чтобы вы поделились с нами вот именно этой темой. Спасибо. Да, я приехал к Рэбе в 71-м году, мне было 15 лет. Помню, писал письмо Рэбе, понятно, много раз был тоже, на Эхидосу Рэбе, но провел у Рэбе почти 10 лет рядом. Но я помню определенный эпизод, когда я написал письмо Рэбе, и я зашел в офис, и секретарь, я не ошибаюсь, это был Рэбе Биньом Инклайн, дал мне ответ. Но это был не первый раз, и дал мне прочитать ответ, рукопись Рэбе, и обычно мы это возвращали к нему, он это возвращал Рэбе, там у них был порядок, что с этим делали, ответ его. В этом случае я вижу эта бумажка вырезанная, вижу ножницы, была вырезана часть моего письма. Я спрашиваю, а что это? он говорит, у меня не спрашиваю, я говорю, это Рэбе. И тогда до меня дошло, вначале я был в шоке, не понял, что здесь. Потом до меня дошло, что в этом письме было что-то, я писал Рэбе, и я бы не хотел, чтобы секретарь Рэбе это Винтик. Я это Рэбе не говорил, но Рэбе, значит, почувствовал мальчика в 17-18, сколько мне тогда было, Рэбе понял, что мне это было бы неприятно, и он взял ножницы и сам выразил часть письма. То есть, это Рэбе, который весь мир на него в плечах, тысячи евреев ждут его ответы и так далее, и так далее, и так далее. Мы немножко представление имеем, что Рэбе на себе несет. И в это время он имел время для маленького мальчика, большого мальчика, прочувствовать его и заметить, что ему было бы приятно или нет. Потрясающе. Это потрясающая история. Я интересно вспоминаю, также я сидел в САВС, где мы занимались, это где-то в 78-79 год. И я сидел, и рядом со мной сидел мальчик, парень тогда тоже, он немножко младше на год меня, его зовут Мэндл Шнейрсов. И я помню, Роберт Клайн зашел и позвал его. Он отошел, и Роберт Клайн ему передал письмо. В САВС, ты знаешь, когда заходишь в САВС, с правой стороны, где офис секретаря Рэбе, был такой маленький подоконник. И на этом подоконнике мы все получали почту. Я получал свою почту с Израиля, мне родители писали. И такие сотни ребят, Роберт Клайн, все почту, которая походила к Рэбе, значит, они откладывали для Рэбе, а потом видели почту индивидуала, положили туда. Этого парня звали Мэндл Шнейрсон, так письмо было адресовано на его имя. Секретарь решил и, понятно, занес это Рэбе. Рэбе открыл письмо, Рэбе позвал секретаря и сказал, это письмо не мне, отдай это Мэндл Шнейрсон и скажи ему, что я это письмо не читал. И Мэндл, когда вернулся и сел рядом с нами, он был белый, красный, он был полностью не в себя. Он начал смотреть это письмо, которое ему писал друг его, и он понял, что как ему было бы стыдно, если Рэбе почитал его письмо. Рэбе открыл письмо, видел это не ему и не только сказал ему, передай, но добавил, скажи ему, что я его письмо не читал. То есть Рэбе опять чувствовал его, тот же самый момент. Уникальная чуткость. это просто папа. Это преданный папа, который чувствует своего ребенка, как говорят, издалека, без слов. Он его чувствует. И он ему близок, он ему дорог, поэтому нет вещей, которые слишком тяжело или он слишком занят. Я помню еще одну историю, я уже был в Торонто. Был у Рэбе был такой Цацкис, который пел у Рэбе посквич. И у него была девочка, которая Рэбе иногда ему сказала, как дочь поживает. Короче, он один раз пришел на Кейшилброфер. И она стояла рядом с ним. Он пел, она тоже начала петь. И Рэбе сказал, кажется, секретарю или сам секретарь, короче, подошел и сказал, девочке, не пой. И она растерялась и стала неловкой. Это можно видеть на видео. Рэбе замечает ее, Рэбе ставит бокал на стол и начинает хлопать ей. И она хлопает обратно. И вот эта неловкость, которая, она была потеряна, ей сказали, мол, перестань петь, и она, ей было лет девять, не знаю точно, возраст. Короче, вот этот любовеческий Рэбе с тысячей хасидов вокруг него, разные, которые все ждут в тот момент, когда он нальет немножко вина и даст благословение, Рэбе замечает ее растерянность, ставит бокал на стол, понял, что его секретарь не то сказал, и треск, или не то, что надо. И Рэбе обращается к ней и начинает хлопать. И вот здесь ты видишь то же самое, это тот же самый Папа. Но это Папа не там 10 своих детей или 20, а это Папа миллионов, то есть сотни тысяч, миллионы евреев, которые ему писали и к нему обращались, Рэбе их всех чувствовали. Интересно еще один эпизод, неличный, когда зашел к Рэбе человек с деньгами, которыми я сказал, Рэбе, вы открываете сами все письма конверты, я хочу купить машинку, которая будет это открывать. И Рэбе сказал, она делает шум, он сказал, я достану без шума. Короче, Рэбе отказывался, он продолжал, тогда Рэбе сказал, смотри, он говорит, многие закрывают письмо, которые пишут, закрывают его, заклеивают его в слезах, и ты хочешь, чтобы я это дал открыть машину, чтобы открыла. То есть, Рэбе это тот, что когда он открывал конверт, он уже чувствовал, как тот этот конверт, как говорят, закрыл его. Рэбе чувствовал этого человека, опять с разными слезами, какой болью. Включаю людей, которые он никогда физически не видел. Вот это маленький аспект Рэбе, но очень, тоже очень, очень великий. То есть, тяжело найти таких отцов, хорошие отцы своим детям, не в силе так их чувствовать и так на них реагировать. А это Рэбе для миллионов, который каждого чувствовал, болел за него и отвечал ему, молился за него. И поэтому это особый день. Это Рэбе не который был, это Рэбе который есть. Это наш Рэбе сегодня. И наш Рэбе сегодня также чувствует каждого из нас. Я только что получил имейл из Нью-Йорка одна женщина которая у нас в Торонто выросла сегодня большая семья у нее в Кронгайте у нее была ситуация с сестричкой она очень переживала. Я ее успокаивал она очень переживала короче она мне пишет вот я написал письмо Рэбе посылает мне копию письма Рэбе на английское письмо Рэбе описывает ситуацию человеку с его сестой она говорит я успокоилась я теперь знаю что я делаю правильно. это вот только что это 15 минут назад свежая история сейчас потрясающе Равзальцман хочу вам сказать огромное спасибо во-первых за эти потрясающие истории за эту огромную любовь Рошбнэйсэр глава сынов Израиля это душа общая всего иберского народа который чувствует боль самого маленького самого высокого и это есть Рэбе и спасибо вам огромное что вы сегодня поделились с нами этой любовью Рэбе и ваше пожелание спасибо я часто нашим здесь где разговариваю с людьми они спрашивают Рэбе я говорю Рэбе это тот который обнял весь еврейский народ любовью и не только обнял когда-то он продолжает обнимать сам и через его хасидов посланников по всему миру Рэбе протягивает любовь обнятие помощь каждому еврею всего мира это потрясающе как была маленькая девочка которая получила дологу Рэбе в последнем 92 году в Нунбейс и она сказала Рэбе я тебя люблю и Рэбе ей дал еще один доллар и сказала это за любовь это последнее видео которое у нас есть с Нунбейс и когда Рэбе сказал еврею кто признал всю свою семью в холокосте что-то от них осталось ничего у тебя осталась их любовь и твоя миссия продолжить эту любовь дальше мы всегда продолжали эту великую любовь нашими деяниями нашим изучением без ратыши спасибо опять огромное Рэб Зальцман за вашу любовь за эти потрясающие истории спасибо спасибо дорогие друзья мы продолжаем на сегодняшний эфир и у нас сейчас в гостях женщина легендарная потому что она вместе с моим мужем Рэбе Бася Худайтов вместе с моим мужем Равином Ашехом Худайтовым были узнаватели организации ХАМА которые более 1500 виски детей получили за счет их самопожертвенности еврейское образование и сегодня я очень рад что Рэбе Цинхудайтов с нами и сегодня она расскажет нам поделиться с нами потрясающие истории ее отношения с Рэбой и того чуда которое произошло Рэбе Цинхудайтов добрый день Большое спасибо добрый день я просто очень рада и довольна что мне отдали такую почет я хочу рассказать историю что касается меня и моего мужа после свадьбы у нас 7 лет не было детей не было детей мы ходили к врачу одному к другому вы знаете в Самарканд ехали в Ташкент кто-то посоветовал что в Ленинграде есть какая-то необыкновенная врач она так помогает она такая преданная она такая знающая ну мы собрали по пару копеек денег много не было летели в Ленинград поехали сделали у нас было надо было подождать очередь к этой врачу к этой врачу доктор женщина ну в общем я сижу дрожу она говорит заходите ну она меня обследовала конечно и я позвонила позовите своего мужа я позвала моего мужа Мишииху таким именем вы не думаете не так далеко прожить с Мишиихом какими именами о что вы это столько у меня есть столько у меня есть столько у меня что есть рассказывает про это но он вы знаете недаром ему дал отец это имя он действительно имеет такие у него преданность к своей родине к своему народу к своему, он делает все, что может и что не может. Свои такие золотые годы, чтобы он был здоровый. Вызвала она, я прозвала своего мужа, говорю, что я заходи. Она подвернулась, смотрела на меня таким суровым взглядом. И я говорю, милая моя, что я вам могу сказать? Я говорю, ну, скажите, что можете. Ну, конечно, это надо, это правда, что я вам говорю, это я не выдумываю. Я говорю, ну, пожалуйста, скажите уже. Детей у вас не будет. Я прямо, у меня в горле все засохло. У вас есть только два выбора. Или вы можете адаптировать, или вы можете разойти. Я так выслушала, говорю, доктор, это вы такой мне приговор в руки. Потом я, знаете, у меня в жизни было три раза, что какая-то сила ко мне такая, я не могу объяснить. Вдруг я вся другая стала. Я сказала ей, кто вы такая? Вы что, бог? Кто вы такая? Почему я должна вам верить, что у меня будет дети, не будет дети? Кто вы? Анна, я вам сказала, что я проверила, и как это все, это анализ мы сделали. Я говорю, хорошо, доктор, вы не бог. И я вышла, и так хлопнула, двери были стеклянные, как сейчас такой звоном. Я так хлопнула этой дверью. Я вышла и сказала, что у вас был врач, но с очень холодным сердцем. Окей, мы вышли, я была расстроена, очень расстроена. Мне было неудобно перед моим молодым мужем. Такой она мне вынесла приговор. Кто ты такая? Я, в общем, короче говоря, время бежит. Боже, помощь, мы выехали с Израиля. Боже, помощь, мы поехали через два месяца на Крэбе. Было Юталов, Мисон Рэбе, день рождения. Пришла наша очередь зайти к Рэбе. Ноги у меня третились. Мой муж, прямо мы стояли, потеряли дар речи. Зашли, я дала Рэбе свое письмо, Рэбе читал, потом он на меня посмотрел, говорит, мне очень нравится, как вы написали, что вы не бог. Молодец. Мне просто, правильно я тебе дана, не бог, чтобы вас приделать такой вам приговор. Потом палил моего мужа за его работу в хаме. Потом говорил очень много о его отце. Очень много, очень много сделал добра, митцвы для всего еврейского народа. Надо иметь веру, любовь и надежду. Никогда не надо сказать, ой, все, мне дали, сказали, не могу, все можно сделать, все можно добиться, все. Я желаю всем, чтобы у всех было все хорошо, чтобы рождались здоровые, красивые еврейские дети, чтобы вы имели от них столько нахот, чтобы вы даже сказали, я даже не думал столько, я даже не просил столько, какой Всевышний, добрый, столько нахот задает. Слава Богу за все. Давайте закончим историю, то вы зашли к Рэбе, я бы дала вам благословение, и расскажите, что произошло потом. Слава Богу, это было в июле месяце, июнь, начало июля, я что-то почувствовала себе неважно, то ли мне тошнило, то ли я просто не в своей тарелке была. И моя хорошая приятельница, Рохал Духман, чтобы она была здоровая, имела рушу на иму, взяла меня к доктору. И доктор вышел и сказал, у меня есть хорошие новости для вашей молоденькой, для вашей молоденькой девушке сказать, что у них будет ребеночек. Я даже была от радости вера Всевышнего, вера в Рэбе на Духове, и когда родилась моя дочка старшинка, чтобы она была здоровой, еще 47 лет, так доктор, когда мы пришли к Рэбе еще раз на Эхидус, когда ей было годик, он улыбнулся и сказал, у нее будут сестрички и братишки. Амин. Итак, слава Богу, у вас сегодня потрясающая семья. Рэбе, мы вас любим. Мы молимся, мы живем, мы ведемся только благодаря вам. Я помню, когда у меня были какие-нибудь проблемы с детьми, там, вешиви, туда-сюда, я сразу пишу, и весь разгиб. Пишу такие ответы, и так рада. Вот Рэбе мне так ответил. И всегда получалось, все к славе. Желаю вам всем много здоровья, счастья, знаков от детей, много, чтобы было в каждой семье. Я хочу благословить вас, чтобы вам Всевышний дал столько любви. Аминь. От детей, от внуков, от правнуков. И знаете что? И от... Чтобы вы могли дать тоже любовь к людям. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за все. Это потрясающе. Огромное вам спасибо, что вы также с такой же улыбкой всегда несли этот цвет, который вы вместе с вашим мужем столько много лет несли через Советский Союз и тут. Сейчас, мои дорогие, мы продолжаем нашу потрясающую беседу. Мы имели честь сейчас видеть Рабица Худайтова, а сейчас Раби Моша Худайтов, как я сказал, один из основателей организации ХАМ, основателей еврейского подполья, человек, который с самоотверженностью, с полностью преданностью своему народу, нес на себе вместе с его коллегами свет иудаизма, более 1500 учеников подполья и огромное количество деятельности по всему и России, и Израиле, и тут в Америке через организацию ХАМа. И я очень рад. Вы сейчас услышали потрясающую историю супруги, а сейчас услышим историю также семьи. Раби Моша Худайтов, Раби Худайтов, добрый день. Здравствуйте. Конечно, очень трудно передать все, что было в подполье и каждая мелочь, казалось бы, это было доставляться большими трудностями. И особенно, если говорить о том, что именно в нашей семье выпала доля, чтобы помогать многим людям. Это делали мои родители, и потом мы сами, будучи очень молодыми, только поженились, у нас были, детей у нас не было, но у нас кто-то даже пошутили, у вас у всех рождаются маленькие дети, а у вас большие. У нас были ребята, которые, они учились подпольно и жили у нас, и молодая женщина, моя жена, она должна была готова для них. Я бы хотел сказать вам историю из нашей семьи. Моя сестра Хана, она была замужем больше, 11 или 12 лет. У них не было детей. Как и фамилия, как фамилия сестры? Хана Ицхаков. Она по нашей фамилии. Ко всему еще ее Девер, он когда-то учился в Ешиве, и даже это написано в России, что если человек не имеет детей больше, чем 10 лет, то надо разойтись. И он значит был в синагоге, он сказал в 37-е, он говорит слушай, ты что, не веришь в Тору? Надо, он хотел помочь своему брату. Мой папа ему ответил слушай, так как Ребе, всем известно, что он делает, творит чудеса, и все верят этому, и ты тоже веришь ему, он сказал, он был религиозный еврей. и мы сразу же напишем письмо к Ребе, и как Ребе решит, так мы и поступим. Но в то время речь идет где-то в 59-60-х годах, в это время и это было невозможно, тогда боялись что-то иметь связь с Ребе, это дело подпольно. Так у нас был очень близкий друг семьи, Реб Симфа Городецкий, он был на всю Среднюю Азию, он был близкий друг нашей семьи, и мой папа написал письмо к нему, понятно, опять-таки это было очень скрыто написано, чтобы просить у Ребе, как поступить в таком случае. Ну, понятно, что это письмо послали в Израиль, с Израиля Реб Симфа Городецкий он пошел, он послал это к Ребе, и потом значит от Ребы пришел ответ в Израиль, и с Израиля пришел в Самаркад. В общем, от Ребы, ответил, что тогда, когда человек живет в Галлуте, то это не входит в счет эти годы. И штату плавал из Арца, и он дал благословление. Что они постарались приехать в страну Израиль? Я, я. Самое главное, одна из самых больших чудес было, к этому времени, когда вышел ответ от Ребы, и моя сестра почувствовала, что она чувствует, что она беременна. даже некоторые люди не верили, что это не так, что она просто полная. В общем, у них родился сын, ему дали имя, Ейсов Ицхок, и он был в Израиле учителем, он был маг Чир, он преподавал в Натане Чир. Равином в Хаббатской Европе. Он был единственный сын, у них больше не было детей. И это было самое настоящее чудеса. Правда, у нашего Ребы, слава Богу, хватает чудес, есть. И самое главное, что Ребы, он очень помогал нам и возбуждал в нашей подпольной работе. Рабу, все, дорогой, спасибо, спасибо вам за то, что вы для меня лично были, есть мой учитель уже много-много лет, и вы пример самоотверженности, самоотдачи еврейскому народу, что вы и Равгилль Зальцеван, и Равмир Малаховский столько делаете и продолжаете, не останавливаетесь, что вам от нас всех благословений, чтобы вы продолжали много-много еще лет в полном здоровье, но у меня к вам вопрос личный, вот для вас Ребы, когда говорится слово Ребы, что для вас это означает? Ребы нас воодушевляет, деньги нет такого, чтобы мы не жили с тем, что Ребы делает для нашего народа, написано, что даже сейчас это еще больше чувствуется его сила, и после стольких лет и он себя посвятил и каждый из его хасилиев, они, значит, стараются делать все, чтобы возможность, чтобы продолжить дело начатое Ребы. у нас больше молодых людей, которые хотят посвятить дело Ребы, и я бы хотел подчеркнуть, что почти 1500 шлухи, эмиссар, Ребы только в России, начиная с Владивостоком, Москва, Ленинград, и Калининград, и Львов, везде находятся эмиссары представителей Ребы. И это показывает, что значит Ребы воодушевлил всех его последователей, и многие даже сейчас повторяют то, что Ребы с начинания. Это было время, что они не верили этому, что могут делать, но они видят, что это очень успешно, и они стараются сделать. Даже не Лебавич. Спасибо большое. Я много успехов. Амин. Всем нам огромное спасибо. Рафхуда, это вам и вашей супруге, чтобы было много-много лет здоровья и нахаса, и продолжали нести этот свет и быть с нами учителями. Огромное вам спасибо за вашу деятельность и потрясающую историю. Спасибо огромное. Дорогие друзья, мы слышали потрясающую сегодня историю от хасидов, кто лично видели Ребы, были на связи с Ребы. Ребы отвечал им ответы, помогал, вдохновлял, двигал. Но 26 лет после Гимель-Тамуса количество раввинов, шлухим, посланников Любачевского Ребы утроилось. Люди, раввины, которые выезжают в города с семьями, бросают все и становятся посланниками Любачевского Ребы, при этом не видя Ребы, не слыша Ребы ни разу. И вот именно я хочу сейчас поговорить с представителем, с человеком, который закончил еще в Вахабаде, получил образование на Равинобласти, от главного раввината в Израиле, у него большая семья и был успешный человек в Израиле, и в один день берет все и все бросает и едет с посланником Ребы, это было год назад в Бостон, это Равин Шламоногинский, который является также человеком, которому я благодарен, что я сегодня являюсь Хасидом Хабадом, что мой старший брат, вот я раскрываю сегодня потихоньку секреты, и я сегодня хочу поговорить с моим дорогим братом, с Равшлому, на тему, что вдохновляет человека, который никогда не видел Ребы, пойти на Шлихут, и сейчас он посланник Ребы сегодня в Бостоне, в русскоязычной виске общины, вместе с Равином Даном Лодкином, так что, добрый день. Добрый день, большое спасибо за честь, дорогому моему брату, и на самом деле много людей спрашивают меня, что вдруг в 40 лет с большой семьей, 11 детей, слава Богу, да и Бог, Бог даст еще, берем все, берем все, оставляем Израиль, Фархабад, дом, бизнес, работу, семью, друзей, и едем в какое-то другое место, новое место для всех, добьем все сначала, но на самом деле я думаю, что вопрос надо задавать немножко по-другому, почему же это не произошло до сих пор, как на самом деле можно не ехать в Шлихут, на самом деле почему каждый должен себя спросить, почему на самом деле он сам не едет еще в Шлихут, и почему на самом деле это не произошло раньше, на самом деле как-то раз Рейбе сказал в Фабрегене, что Бог Решиве, Томи, тот ученик, который учится в Ишиве, и в конце концов не едет в Шлихут после того, как он закончил учебу в Ишиве, это как будто тот человек, который готовится к свадьбе, он много, долго времени готовится к свадьбе, покупает одежду, даже чистит свою обувь, но в конце концов не приходит на хупу, не приходит на свадьбу. То же самое, каждый, который учится в Томхэтмиме, учится в Ишиве, он понимает, что цель всего это именно поехать в Шлихут. И на самом деле вопрос наоборот, почему до сих пор это не произошло. И на самом деле я попал в Квархаббат в 12 лет, тоже, слава Богу, благодаря посланникам Любавичу Скваребе. И то образование, которое получил в Ишиве, однозначно, что не может быть никакого другого пути. Нет другой возможности не ехать в Шлихут. Потому что наша душа, когда спустился в этот мир, Всевышний послал нашу душу в этот мир для того, чтобы служить всему, служить Всевышнему и приготовлять этот мир к приходу Машеха. Тот момент, когда не будет больше зла и будет только добро, и мы будем видеть только Всевышнего. И в течение того времени, когда я учился в Ишиве, было понятно, что я после свадьбы, когда закончу учебу, еду в Шлихут. И на самом деле один из первых вопросов, которые я обсуждал со своей будущей женой, готова ли она ехать в Шлихут. И на самом деле у нас были такие планы, но Всевышний планирует каждому то, что полагает ему, тем, что он должен заниматься. И мне предложили работать в Ишиве в Кархабаде. Я долго лет проработал в Ишиве в Кархабаде. Со временем, когда моя работа закончилась, я опять начал искать место, куда можно поехать в Шлихут. И в тот момент, когда у меня уже было, слава Богу, много детей, это было непросто найти место, куда можно поехать. Но, слава Богу, в конце концов, мы нашли, и вот год назад мы приехали в Бостон со всей семьей, слава Богу. Однажды профессор, французский профессор, зашел к Любавическому Рэбе и задал ему вопрос. Объясните, пожалуйста, Рэбе, тот секрет, той любви, которой хасиды к вам чувствуют. На что Рэбе ответил ему, они всего лишь отдают мне обратно взаимно те чувства, которые я чувствую к ним. И на самом деле, то любовь, которую Рэбе проявляет к нам, это она не безграничная любовь. И одно из проявлений, одно из проявлений той любви, которую Всевышний, которую Рэбе проявляет к нам, это та возможность, что каждый из нас может быть его посланником. Мы знаем, что много людей хотят быть где-нибудь посолом какой-то страны, это большая почесть. Здесь, на самом деле, намного больше, когда мы становимся посланником Рэбе. А что такое, на самом деле, Рэбе? Рэбе – это ведь аббревиатура, слово «рожбне Исраэль», глава сыновей Израэля. Так же, как мы представим перед собой отца и сына. Есть сын, есть отец, и каким образом сын связывается со своим отцом? Через его голову. Если разные части тела у сына хотят связь с отцом, рука, нога и так далее, без головы, без его разума и понимания не могут иметь связь со своим отцом. Тоже самое, связь со Всевышним, она благодаря Рэбе, потому что есть так же, как есть материальное тело, есть духовное тело. И все евреи, они сравниваются как будто одно большое духовное тело. И вот голова этого душевного, духовного тела это наш Рэбе. Рожбне Исраэ – это голова и наша связь евреев со Всевышним именно через Рэбе. И когда у нас есть связь с Рэбе, тем самым, что мы едем в Шлихут, тем самым мы связываемся со Всевышним. И на самом деле Рэбе нам говорит, что в наше время понятие Шлихут, ехать Шлихут – это не только для особых людей, которые полностью могут всю свою жизнь отдать ради этого. Однажды один дипломат по имени Иуда Авнер зашел к Любовичевскому Рэбе навстречу в один на один. И он спросил Рэбе, скажите мне, пожалуйста, в чем ваша роль, в чем ваша миссия в этом мире? Рэбе ему сказал, еврейская душа сравнивается со свечой. Так же, как мы должны зажечь свечу, так же задача Рэбе зажечь ту свечу, ту душу, то и самое раскрыть ее, раскрыть ту связь, которая существует у каждого еврея со Всевышним. И в конце этой встречи этот дипломат спросил Рэбе, получилось ли у вас, Рэбе, зажечь мою свечу? На что ему Рэбе ответил, что на самом деле я тебе дал спичку в руки, и тем самым ты сможешь зажечь саму уже свою душу. И Рэбе говорит нам, что в наше поколение, в наше время есть особое привилегие, которое не было раньше. Раньше для того, чтобы быть посланником Рэбе, вы делали особые отборы, очень большие хасиды, очень большие раввины, которые могли быть и стать посланником Рэбе. Рэбе говорит, что в наше время каждый из нас, каждый, любой еврей, где бы он ни был, где бы он ни что бы ни делал, может быть посланником Рэбе. И на самом деле есть вариант быть посланником Рэбе, полностью заниматься этим делом с утра до вечера, 24 часа в сутки. Но Рэбе говорит на самом деле, что есть разные другие варианты тоже. Однажды профессор Ирмияо Брановер подошел к любопическому Рэбе и сказал, что на самом деле он думает, что может быть оставить свою работу как профессор и идти заниматься распространением иудаизма. На что ему Рэбе сказал, что ты влияешь больше на людей, тем самым, что остаешься на своей работе как профессор и через свою работу влияешь на людей. Однажды премьер-министр Израиля Менахем Беген тоже был у Рэбе на встрече. И в конце этой встречи Рэбе попросил у него просьбу. Казалось бы, что Рэбе у него просит какую-то, может быть, большую задачу, какую-то большую вещь, которую надо сделать. Рэбе сказал, по дороге, по дороге обратно в Израиль, когда у тебя будет остановка во Франции, есть какой-то там еврей, который собирается жениться не на еврейке. И, пожалуйста, поговори с ним, чтобы он изменил свое мнение, что он передумал. И на самом деле он так и сделал. И это все могло быть возможно из-за того, что именно к нему обратился именно премьер-министр. каждый из нас, на какой бы он ни был должности, чем бы он ни занимался, он может в своей ситуации, иногда на самом деле, как было с профессором Брановером, не каждому на самом деле нужно поменять свою работу, профессию. Именно там, где он находится, использовать свою должность, свои возможности, свои связи для того, чтобы влиять на какого-то еврея. И с другой стороны, однажды Рэбе рассказал на Фабрентгене про одну девочку, которой дали в пятницу, в школу пришли какие-то другие взрослые девочки и дали ей субботние свечи, потому что она зажгла их перед субботой. В этом доме у этой девочки не соблюдали заповеди и не зажигали субботние свечи. И когда она пришла домой к маме и показала, вот есть свечки, которые мне сказали надо зажечь перед субботой, сначала мама ее не согласилась. Но девочка, она решила что-то надо делать и она была упрямая и она опять просила у мамы еще раз и еще раз, пока мама не согласилась. И так, она зажигает один, перед первой субботой, еще одна суббота, еще одна суббота. Со временем ее мама тоже к ней присоединилась, тоже начинала зажигать свечи. И потом, в то время, когда зажигали свечи, семье уже было неудобно в тот момент смотреть телевизор. И так потихоньку начали соблюдать заповеди. И полностью вся семья стала соблюдающей. Значит, здесь видно, что даже маленькое действие какой-то маленькой девочки может повлиять на всю семью. И еще один интересный рассказ, который Ребе рассказывал как на одном в Мбрингене. Это было примерно 70 лет назад. Это было в Бостоне, именно где я нахожусь. Шел какой-то молодой юноша на улице, не очень так особенно одет, с пейсами, цициты у него были на улице, как бы снаружи своей одежды. И кто-то с окна смотрел на него и думал, откуда этот парень? Такой религиозный парень, может быть, из Украины, может быть, из Галиции. А ему сказали, откуда этот парень? Он нет, он бостонский, он все знает. И на самом деле в этот момент у него пробудилась эта связь со Всевышним. В тот момент у него зажглась эта душа, эта свеча души, и он вспомнил о Всевышнем. И на самом деле у каждого из нас есть такая возможность. Ребе говорит, где бы мы ни находились, на каком бы должности мы ни были, что бы мы ни знали, Ребе говорит, что человек, еврей, который знает Алифбет, знает только первые две буквы алфавита. Он должен научить своего друга тому, что он знает. Знает ли он много, знает ли он мало. Каждый из нас должен делать, попытаться влиять на другого. И тем самым становится посланником Ребе. И Ребе сказал очень интересный момент. Ребе сказал, что такое шалия. В шалиях послания, посланник и числовое значение этого слова получается 348. А мы знаем, что у каждого еврея есть 10 сил, 10 качеств, которыми он пользуется. Есть его интеллект, есть его эмоции. И когда еврей использует все свои 10 сил ради того, чтобы служить Всевышнему, тем самым получается гематрия, числовое значение 358. А 358 это слово машеях. То значит, что у каждого из нас есть определенная часть, определенная роль в этом мире сделать что-то для того, чтобы приблизить и приготовить этот мир к приходу машеяха. И на самом деле поэтому не было никакого другого варианта именно не ехать в шлихут. Хочу пожелать всем нам с Божьей помощью чтобы каждый из нас продолжал шлихут продолжал нести этот свет. И если не зажигать свечу, то хотя бы подать нашему соседу, нашему другу, подать ему спичку. Огромное спасибо. Итак, дорогие друзья, я рад представить нашего следующего гостя. Это известный духовный наставник, воспитанник советских советских подпольных ищев Равин Йошуа Раскин, духовный наставник организации Коля-ль-Тура. Я очень рад, что вы сегодня с нами. Рав Раскин, добрый вечер. Вечер добрый. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Рав Раскин, спасибо. Хороший день и суток. Совершенно так. Я очень рад, что вы сегодня с нами в этот особенный день, и вот именно с вами я хотел бы дотронуться до темы пророчества, пророчества Любавческого Рэба. Я знаю, что у вас лично было множество посланий, множество отношений и истории вашей семьи с Любавческим Рэбом. Но именно сегодня хотели, чтобы вы поделились с нами именно вот этим моментом, этой историей, которые вы были лично свидетелем. Да, что я могу вам сказать? Сказать про Рэба, что он пророк, это понизить его в чине. Он пророк тоже. Он глава еврейского народа. Это совсем что-то другое. Но не все мы во всем всегда это понимаем. Мы видим перед собой все-таки живого человека. Но иногда он проявляется так, что это нас ошеломляет. И вот я нахожусь в СНГ. Я тогда был в организации ХАМА. Я с ними был активен. И проводили работу в начале гласности перестройки. И вот я вернулся из Москвы в Нью-Йорк и Рэбом на доллар я ему докладываю, что мы сделали то-то, то-то, что опубликовали, что удалось сделать. Открыть детский садик. Привезли молодых равинов, чтобы провести праздники по разным общинам. И рассказываю ему, что вот Рэбом мне за это дают доллар, еще за что-то доллар. А я ему говорю, вы знаете, вот мы офис открыли сейчас в Москве и на Ленинградском шоссе. и три новых сотрудника у нас. Я бы осмелился попросить доллар на это тоже. Рэбом говорит, почему же только один, целых три? Дает мне целых три доллара. Все. И мы попрощались, он мне пожелал удачи с нашей книжной ярмаркой. Я рассказал ему, что у нас книжная ярмарка, и мы собираемся там открыть большой павильон, наполнить его литературой и иудаизма, и всякой иудаикой. И там будут телевизоры, чтобы показывать деятельность Рэбе. Будем раздавать памфлеты и так далее. И на все это я бы получил богословение. И Рэбе еще добавил, что не забудь, чтобы там была копилка Цдоке, но чтобы она была особо выделяющая. И так поднял обе руки. Я потом, помню, заказывал такую копилку, в которой было много этажей, начиная от маленького ребенка, который мог бы там положить копеечку, и до великана. Короче говоря, все хорошо, я собираюсь уезжать. И рассказываю я Рэбе, что мы улетаем, я улетаю отсюда сейчас в Израиль на Шаба, а оттуда возвращаюсь в Москву продолжать деятельность. И все, Рэбе попрощался со мной, что называется. А потом у нас порядок, когда мы уже улетаем практически, мы встаем в Северсевенте, это центр Хабада Бруклии, на улице Истренпарк 3770, и мы стоим там в определенном уголке, когда Рэбе проходит после молитвы, он людям, стоящим в этом пятачке, он им говорит обычно «Форт Гезунтеррейт», счастливого пути. И я встаю там и думаю, ой, объявили по радио, что была революция, захватили Горбачев, это был 91-й год, Горбачев был на даче, и там его захватили, и сейчас все возвращается назад, и полная революция, танки гуляют по Москве, а я стою на месте, где все стоят на оклет, и думаю, ой, сейчас Рэбе пройдет, и скажет «Форт Гезунтеррейт», а ведь все меняется, ведь революция, ведь там аэропорты, я думаю, надо сказать Рэбе, потом я думаю, ой, такой большой Рэбе, ему надо говорить, он что, сам все не знает, ну, все-таки надо сказать, он таки все знает, но все-таки мы ему пишем, мы ему что-то говорим, то есть в практической жизни кто-то должен довести какие-то информации до его, до него, и я стою и сомневаюсь, скажу и скажу, а он уже кончил молитву и начинает идти, он приближается, я думаю, ой, что же здесь будет, скажу, дураком окажусь, не скажу, еще большим дураком и скажу, что делать, вдруг я вижу секретарь Рэбе, Раф Лейбл Гронов, Санкт-Петербург и Небесная, начинает развивать дистанцию, он всегда идет перед Рэбе на пять шагов, а он развивает дистанцию, быстро начинает семенить, десять шагов, двадцать шагов раньше Рэбе и подбегает сразу ко мне и говорит, Рэбе просил передать тебе, чтобы ты не делал изменений в своих планах, и через минуту Рэбе проходит мимо меня и говорит, Форт Гезонтерей, я думаю, что же здесь, побежал, звонит Москву, алло, офис, я сейчас включу в Израиль, оттуда, через три дня я прилетаю, привезу с собой багаж, нужно приезжать в аэропорт, с грузовиками, они говорят, Рэбе, о чем вы говорите, здесь полный переворот, здесь у нас на Ленинградском шоссе, напротив офиса стоит танк, живой танк, то есть о чем речь, аэропорты закрыты, тут все, я говорю, слушайте, я ничего не хочу знать, я прилетаю, через три дня, у меня будет много багажа для этой нижней ярмарки, было очень много вещей тогда, что до СНГ еще невозможно было достать, и Дирбалах, если не будет там грузовиков и меня встречать, очень вам придется искать себе другие должности. Ровно через три дня закончилась эта мини-революция, и открыли аэропорты, я приехал и привез с собой все, что надо. Как это назвать иначе, чем очевидное пророчество, сказанное мне и до того, как закончилась такая страшная вещь, как революция? Спасибо огромное, Раврас, за эту потрясающую историю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас с нами еще очень интересный гость, уникальная личность. Родился в Ленинграде, филолог. Сегодня это наш интервью из Израиля, из Иерусалима, где он директор культурного центра Бета Вихай, фонда Вихай, за счет него, за его деятельностью были созданы огромное количество проектов ради еврейского народа, культуры еврейского народа, образования, и кто был своей личной историей, личным впечатлением в Ленинграде. И очень рад, что сегодня с нами господин Давид Розинсон. Мирушалайм, шалом вараха. Шалом вараха. Первое, спасибо большое за приглашение, что мы здесь, мне кажется, очень важным днем. Гиммол Тамас, это, можно сказать, еще одна причина, почему мы должны помнить и жить с идеями, которые лаверский ребе создал. Так что для меня это большая честь быть с вами. Давид, дорогой, вот я хотел с вами поговорить. У каждого есть свой ребе, свое впечатление от ребе, своя история. Как мы видим через нашу призму. Расскажите о вашей личной истории, когда впервые это произошло. Как эта связь началась? Первое, я хочу сказать, мне кажется, что ребе создал всю идею Зума. Может быть, думают, что сегодня за все, что происходит в мире с вирусом и так далее, Зум стал такое важное средство. Но, честно говоря, ребе создал Зум. Почему лаверский ребе создал Зум? Потому что все чувствовали, мне кажется, каждый человек, который был около него, каждый человек, который он передал какую-то свою идею, чувствовал, что когда этот человек идет в своем направлении, ребе с ним, и Зум, который позволяет нам быть везде в одно и то же время, я могу сидеть здесь в Иерусалиме, вы можете сидеть в Нью-Йорке, кто-то может сидеть в Москве, другой в Ленинграде или в Санкт-Петербурге, не имеет значение, где в Австралии. Постоянно можно быть на связи с каждым человеком, несмотря, где он находится. Это тоже самое, мне кажется, одна из огромных сил, которые ребе сделал, что он создал в систему шлухин, люди, которые открывали, посланники, которые открывали его представительство в разных местах мира, но каждый из них, я уверен, включая вас, включая с теми гостями, с которыми вы разговаривали и будете еще разговаривать про гемотамус, чувствует, что ребе постоянно с ним и когда с ними, и когда человек это чувствует, это дает необыкновенную силу. Так что с этой силой я бы сказал, это первая вещь. Многие из нас делают разные вещи, мы делаем их самостоятельно или мы делаем их с какой-то определенной компанией, с коллегами. Что ребе мог создать, то он сказал, я даю вам силу, вы мои представители, и когда человек чувствует не только эту силу, но эту необыкновенную ответственность, это человека меняет. И вот ребе, мне кажется, давал такую силу из-за внутренней силы, которая была у него. Вы спросили рассказать вам личную историю, так как мы говорили несколько минут, так как мы начали эту программу. мы приехали из Ленинграда в 79-м году в Америку. В 70-е, конец, это еще прибрежные, это все были те времена, которые никто не знал, что будет, а как это будет, до огромной Алии, которая была в Израиле и в других местах. И мы, как и многие другие, ехали сначала через Германию, после этого через Австрию, после этого через Италию, где мы были несколько месяцев в Ладисполе. И после этого мы прилетели через Нью-Йорк, мы прилетели в город, который называется Цинцинэрио, Охайо, штат Охайо. И приземлились там самолеты. В те времена самолеты не были, как сегодня, что входишь прямо в аэропорт. Тогда надо было спускаться по ступеньках, и вот мы прилетели, не знали, где мы и что мы, с разными пакетами, с разными этими китайскими, такими мешками большими, с чемоданами, которые сегодня, наверное, уже в музеях. И когда мы спускались по этим ступенькам около самого самолета, нас встречали с левой стороны представители то, что называется Jewish Family Services. у них был такой большой мешок, в этом мешке была зубная паста, мыло, полотенце, все, что нужно для людей, которые только-то когда-то прилетели, еще люди из России, и они там нас приветствовали. Это было с левой стороны. С правой стороны стоял такой, я бы сказал, религиозный человек, мы не знали, что такое религиозный человек в те времена, и такой костюм, который не сто процентов на него был, может, размер немножко больше, меньше, и он там записывал каждого ребенка, который прилетел в город, каждого еврейского ребенка из России в Jewish Day School, в еврейскую школу, и каждый мальчик, каждая девочка, которые спускались с этого самолета, он их сразу записывал в школу, и когда я немножко познакомился с ним, и немножко как бы понял, с кем, то и что, он мне начал рассказывать по поводу леварского ребенка. Теперь это надо представить. Есть огромные американские организации, есть огромные вещи, которые американские организации делают, желают сделать, и есть посланник леварского ребенка, который как-то волнуется, что прилетели там, там не было много детей, не было много семей, когда прилетели, но каждый, каждый из этих детей пошел из-за этого раввина, который там стоял, я даже не знаю, представитель и представитель леварского ребенка, шли их ребенка, посланник ребенка, записывал их в еврейскую школу. Я хочу сказать, это сила, которую ребенка дал своим представителям. Я не знаю, почему Хаббат было очень маленькое движение, когда ребенка стал возглавлять Хаббат. В одной маленькой комнате, если те, которые видели фотографии или слышали эти первые фребренины, он взял ответственность за весь еврейский мир. Кто его просил взять эту ответственность? Я не знаю, предыдущий леварский ребб сказал, что Америка это так же, как было в Европе, но было в Европе опять, это были штаттл, это были маленькие места, где были хаббатские хасиды или другие хасиды, которые приехали сюда. А ребб сказал, нет, я не только буду брать ответственность за хаббатские хасиды, я беру ответственность за весь еврейский мир. И это урок, который должен для нас иметь, мне кажется, колоссальный показатель, что мы должны сегодня делать. Потому что в этот период, в котором мы сейчас находимся, с одной стороны, это ужасы, все, что происходит, люди заболевают, с другой стороны, если мы можем увидеть что-то потенциальное, какой-то урок в этом, это мы должны каждый из нас спрашивать, кто мы? Искренне кто мы? Что мы должны делать? Как мы должны идти вперед? Когда-то и даже в начале марта месяца, я не знаю, мы думали, что мир будет происходить как он происходит, все есть, Америка богатая страна, у всех есть машина, у всех есть квартира, все хорошо. И вдруг происходит такая вещь, как вот этот вирус, и мы должны остановиться и спросить, и до всего этого показал нам путь, как это делать. Сказал, вы, если вы хотите понимать, есть масса других историй, у нас мало времени сегодня, но если вы хотите понимать, кто вы и что вы, возьмите ответственность за другого человека, за другого еврея. сделайте вещь, если сегодня вы сделали А, завтра вы должны сделать А+, если вы сегодня смогли что-то как-то и никогда не быть удовлетворены теми вещами, которые происходят, потому что это бесконечная ответственность. И вот это ответственность, которую Ребет взял за еврейский мир, это ответственность, которой какие-то маленькие дети, семьи, которые прилетели куда-то в Огайо, в Огайо, в штат, который, не знаю, понимая, что это вещь, которую мы должны сделать как люди, если мы хотим сделать что-то правильное, это вещь, которая взять ответственность для других и делать полезное для еврейского мира. Мне кажется, этот урок Лаварьц Крабе должен быть урок для всех нас, что мы должны спрашивать каждый день, что мы сделали для еврейского мира, как мы сделали его лучше, как мы можем помочь другому. И тогда мы можем понять, какая суть есть в нашей жизни. И Лаварьц Крабе был необыкновенный представитель этого. Те годы, которые я проводил в Хабаде, каждый шаббат, который мы там были, мы даже не знали, что у нас, мы как-то думали, что это всегда будет так. Но Лаварьц Крабе был, с одной стороны, необыкновенный человек, который был очень скромный, никогда не говорил ничего, не рассказал про себя, и с другой стороны, необыкновенно сильный. И эта сила у него была из-за огромного количества знаний, но также сила, которая росла от других от других поколений, которое пришло. Его понимание, вот эту важную миссию, которая есть. Мы должны взять ответственность за каждого еврея и сделать всё, что мы можем, что сделать в его жизни лучше. Мне кажется, это одна из уроков, есть много, что мы можем сегодня вспомнить с Гиммол Тамаса, не только держать это как память, а держать это как активную вещь, с которой мы должны жить. Огромное спасибо за такие глубокие слова и тёплые действительно ответственности, которые мы должны брать, каждый из нас, чтобы с Божьей помощью мы не останавливались, как говорится, слово «хэт» на евреи слово «ляхти» промахнуться, чтобы мы не пропускали этот шанс, который нам дан, и продолжали этот путь, эту миссию, которую Рэбер нам показал. Огромное опять спасибо вам, господин Розенсон, за эти тёплые слова чтобы вы продолжали эту любовь, эту ответственность с вашими деяниями, с вашими огромными проектами, которые вы делаете для всего еврейского народа. Огромное спасибо. Чтобы вы и ваши тоже имели огромную честь, и чтобы мы каждый понимали важность этого дня. Спасибо, что пригласили. От сла хара ба, и до следующей встречи. Всего хорошего. Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, я сейчас очень рад представить нашего следующего гостя. Посланник львовского Рэбер в Торонто, в Антарию, был послан еще в 80-м году. Основал там потрясающий еврейский центр и является духовным лидером узкоязычной еврейской общины Торонто Раввин Юсифиц Райзальцман. Равзальцман, добрый вечер. Добрый день. День добрый. Равзальцман, вы знаете, сегодня, в этот святой день, день Гимилтамус, мы говорим о Рэбер, о его величии, о пророчестве, о праведности, о революции, который Рэбер сделал. Можно говорить без конца и дни, и месяцы нам не хватит. Я сегодня хотел с вами дотронуться именно до темы индивидуального отношения львовского Рэбер не только к великим, не только к общинам, не только к массам, но к индивидуальному человеку, к простому юноше. Хочу, чтобы вы поделились с нами именно этой темой. Спасибо. Да, я приехал к Рэбер в 71-м году, мне было 15 лет. Помню, писал письмо Рэбер, понятно, много раз был, тоже на Ихидосу Рэбер, но провел у Рэбер почти 10 лет рядом. Но я помню определенный эпизод, когда я написал письмо Рэбер, и я зашел в офис и секретарь, я не ошибаюсь, это был Рэбер Бенемин Клайн, дал мне ответ. Но это был не первый раз, и дал мне прочитать ответ, рукопись Рэбер. И обычно мы это возвращали к нему, он это возвращал Рэбер, там у них был порядок, что с этим делали, ответ его. В этом случае я вижу эта бумажка вырезанная, вижу ножницами, была вырезана часть моего письма. Я спрашиваю «А что это?» Он говорит «Я не спрашиваю, это Рэбер». И тогда до меня дошло, вначале я был в шоке, не понял, что здесь. Потом до меня дошло, что в этом письме было что-то, я писал Рэбер, и я бы не хотел, чтобы секретарь Рэбер это Винтик. Я это Рэбер не говорил, но Рэбер, значит, почувствовал мальчика в 17-18, сколько мне тогда было, Рэбер понял, что мне это было бы неприятно, и он взял ножницы и сам выразил часть письма. То есть это Рэбер, который, весь мир на него плечах, тысячи евреев и ждут его ответы и так далее, и так далее, и так далее. Мы немножко представления имеем, что Рэбер на себе несет. И в это время он имел время для маленького мальчика, большого мальчика прочувствовать его и заметить, что ему было бы приятно или нет. Потрясающе. Это потрясающая история. Я интересно вспоминаю, также я сидел в Савеса, в этом мы занимались. Это где-то 78-79 год. И я сидел, и рядом со мной сидел мальчик, парень тогда тоже, он немножко младше на год меня. Его зовут Мэндл Шнейрсон. И я помню, Роберт Клайн зашел и позвал его. Он отошел, и Роберт Клайн ему передал письмо. В Савеса, если ты знаешь, когда заходишь в Савеса, ты с правой стороны, где офис секретаря Ребе, был такой маленький подоконник. И на этом подоконнике мы все получали почту. Я получал свою почту с Израиля, мне родители писали. И такие сотни ребят, Роберт Клайн, все почту, которая проходила к Ребе, они откладывали для Ребе, а потом видели почту для индивидуала, положили туда. Этого парня звали Мэндл Шнеерсон, так письмо было адресовано на его имя. Секретарь решил и, понятно, занес это Ребе. Ребе открыл письмо, Ребе позвал секретаря и сказал ему, это письмо не мне, отдай это Мэндл Шнеерсон и скажи ему, что я это письмо не читал. И Мэндл когда вернулся и сел рядом с нами, он был белый, красный, он был полностью не в себя. Он начал смотреть это письмо, которое ему писал друг его, и он понял, что как ему было бы стыдно, если Ребе почитал его письмо. Ребе открыл письмо, видел это не ему и не только сказал ему, передай, но добавил, скажи ему, что я его письмо не читал. То есть Ребе опять чувствовал его в тот же самый момент. Уникальная чуткость. Это просто папа. Это преданный папа, который чувствует своего ребенка, как говорят, издалека, без слов, он его чувствует. И он ему близок, он ему дорог, поэтому нет вещей, которые слишком тяжело или он слишком занят. Я помню еще одну историю, я уже был в Торонто, был у Ребе, был такой Цацкис, который пел у Ребе поскричь, и у него была девочка, которая Ребе иногда ему сказала, как дочь поживает, короче, он один раз пришел на Кейшел Брохе, и она стояла рядом с ним, он пел, она тоже начала петь, и Ребе сказал, кажется, секретарю, или сам секретарь, короче, сказал, подошел, сказал, девочке, не пой, и она растерялась и стала неловкой, это можно видеть на видео, Ребе замечает ее, Ребе ставит бокал на стол, и начинает хлопать ей, и она хлопает обратно, и вот эта неловкость, которая, она была потеряна, ей сказали, мол, перестань петь, и она, ей было лет девять, не знаю, то что возраст, короче, вот этот любавический Ребе с тысячей хасидов вокруг него, разные, которые все ждут в тот момент, когда он нальет немножко вина и даст благословение, Ребе замечает ее растерянность, ставит бокал на стол, понял, что его секретарь не то сказал, и резко или не то, что надо, и Ребе обращается к ней и начинает хлопать, и вот здесь ты видишь то же самое, это тот же самый папа, но это папа не там десять своих детей или двадцать, а это папа миллионов, то есть сотни тысяч, миллионы евреев, которые ему писали, и к нему обращались, Ребе их всех чувствовали, интересно еще один эпизод, неличный, когда зашел к Ребе человек с деньгами, который мне сказал, Ребе, вы открываете сами все письма, конверты, я хочу купить машинку, который будет это открывать, и Ребе сказал, она делает шум, он сказал, я достану без шума, короче, Ребе отказывался, он продолжал, тогда Ребе сказал, смотри, многие, он закрывают письмо, которые пишут, не закрывают его, заклеивают его в слезах, и ты хочешь, чтобы я это дал открыть машину, чтобы открыло, то есть Ребе это тот, что когда открывал конверт, он уже чувствовал, как тот этот конверт, как говорят, закрыл его, Ребе чувствовал этого человека, опять с разными концами, какими слезами, какой болью, включая людей, которые он никогда физически не видел, вот это маленький аспект, Ребе, но очень, тоже очень, очень великий, то есть тяжело найти таких отцов, хорошие отцы своим детям не в силе так их чувствовать и так на них реагировать, а это Ребе для миллионов, который каждого чувствовал, болел за него и отвечал ему, молился за него, и поэтому это особый день, это Ребе не который был, это Ребе который есть, это наш Ребе сегодня, и наш Ребе сегодня также чувствует каждого из нас, я только что получил имейл из Нью-Йорка, одна женщина, которая у нас в Торонто выросла, сегодня большая семья у нее в Кронгайте, у нее была ситуация с сестричкой, она очень переживала, я ее успокаивал, она очень переживала, короче, она мне пишет, вот я написал письмо Ребе, посылает мне копию письма Ребе, которые на английском письма, Ребе описывает ситуацию человека с его сестой, она говорит, я успокоилась, я теперь знаю, что я делаю правильно, это вот только что, это 15 минут назад, свежая история сейчас. Потрясающе. Рав Зальцман, хочу вам сказать огромное спасибо, во-первых, за эти потрясающие истории, за эту огромную любовь. Рош Бнесер, глава сынов Израиля, это душа общая всего еврейского народа, которая чувствует боль самого маленького и самого высокого, и это есть Ребе. Спасибо вам огромное, что вы сегодня поделились с нами этой любовью, Ребе, и ваше пожелание всех нас. Спасибо. Спасибо. Я часто нашим здесь, где разговариваю с людьми, они спрашивают Ребе, я говорю, Ребе это тот, который обнял весь еврейский народ любовью. И не только обнял когда-то, он продолжает обнимать сам и через его хасидов, посланников по всему миру. Ребе протягивает любовь, обнятие, помощь каждому еврею всего мира. Это потрясающе, как была маленькая девочка, которая получила дологу Ребе в последнем 92-м году в Нунбейс, и он сказал, Ребе, я тебя люблю, и Ребе ей дал еще один доллар, и сказал, это за любовь. Это последнее видео, которое у нас есть с Нунбейс, и когда Ребе сказал, еврею, кто принял всю свою семью в Холокосте, что-то от них осталось, ничего, по слову неправильного, у тебя осталась их любовь, и твоя миссия продолжить эту любовь дальше. Мы всегда продолжали эту великую любовь нашими деяниями, нашим изучением, дозратошем. Спасибо опять огромное, Раб Зальцман, за вашу любовь, за эти потрясающие истории. Спасибо. Спасибо. А сейчас я очень рад, что сегодня с нами находится тут Равин Мушихайм Левин, посланник любовческого Реба уже десятки лет, кто был очень близок к Субарскому Ребе, который дал ему именно миссию заниматься сухскоязычными евреями в Америке, и не только в Америке, по всему миру. Огромное количество историй. И свет унесет сегодня Равин является посланником Леварского Ребе в Центральном Пухлине. И я очень рад, что Равин сегодня с нами. Равин, добрый день. Добрый день. В этот святой день, день Гимель-Камуса, в этот особенный день сегодня, я хотел, чтобы вы с нами сегодня поделились. Я знаю, у вас есть десятки, если не сотни историй с Ребе, начиная с вашей семьи, когда в Советском Союзе ваш отец сидел еще в тюрьме за то, что он продолжал миссию Ребе еще там, в Союзе. И сегодня у нас время на это все не хватит, к сожалению. Вы хотя бы делились с нами одну историю, один момент, самый яркий, может быть, один из ярких моментов ваших личных отношений с Ребе. Хорошо, я остановлюсь на одном моменте, который, я думаю, что довольно актуально как относительно советского еврейства, так и относительно этого особого дня Третьего Тамуза, и как особый момент о пророческой Сири Реб. Начну с того, что 1980 год, время, когда железный занавес только начал приоткрываться в конце 70-х, начал открываться немножко раньше, но в конце 70-х уже начали выезжать десятки тысяч евреев из России. В Соединенные Штаты тогда приехало больше 50 тысяч евреев, которые остановились в Нью-Йорке. В 1980 году был праздник Лак-Ба-Омэр в воскресный день недели. По традиции, которую завел наш Реб. В день Лак-Ба-Омэр, который совпадал с воскресеньем, всегда проводился детский парад. На этот парад съезжались дети из Большого Нью-Йорка, из ближайших штатов, такие как Миджерзи, Коннедикет, Массачусетс, из представителей разных еврейских школ. Тысячи детей собирались на огромной площади перед Центральной Любавицкой синагогой Сэвен-Сэмп Истром-Парквей. Маршировали, носили свои плакаты, демонстрировали гордость, принадлежность к еврейскому народу и к нашим вековым традициям. В том году, в 80-м году, о котором сейчас пойдут мои воспоминания, в силу того, что, как я уже упоминал, десятки тысяч евреев выехали из Советского Союза, было решено организовать специальное как бы подкомитет, занимавшийся евреями из России, для того, чтобы дать им возможность только что выехавшим, прожившим в советском советской тюрьме железным занавесом десятки лет или всю их жизнь никогда боялись произнести слово еврей, боялись показать свой паспорт с пятой графой, и тут вдруг такая открытая демонстрация, демонстрация именно еврейства, еврейской гордости. Мы решили заниматься специальной организацией этого мероприятия. Тысячи евреев, не только детей, но и взрослых были собраны на этот парад. Более 90 пунктов сбора по всему Большому Нью-Йорку собрали на автобусах этих гостей на парад, специальный поезд метрополитена Нью-Йорка был отпущен единственный раз в истории из центральной станции на Брайтон-Бич, где концентрировались советские евреи. Их безостановочно привезли бесплатно на 770 для участия параде. И представьте себе эту огромную площадь, более 25 тысяч детей сидят на стульях, евреи. А вокруг них тысячи взрослых, только что приехав через Россию евреев, слушают выступления Рэба. Рэба выходит, обращается к детям, как всегда, обращается на Идыш. Обычно Рэба выступал, все открытые выступления были на Идыш. На детских мероприятиях Равин Яков Гехт переводил на английский язык. Рэба обладал многими языками, но традиционно он всегда выступал на Идыш и его переводили на английский. И вот после второй части выступления кто-то подбегает ко мне, я стою уставший несколько дней и ночей и не спавший вложившись только туда в организацию этого парада ко мне кто-то прибегает и говорит Рэба тебя зовет. Я бегу быстро на трибуну. В чем дело? Рэба хочет, чтобы ты переводил на русский язык. Я абсолютно не готов, усталый. Рэба зовет, я бегу на трибуну. Когда я принимаюсь на трибуну, Рэба уже начал третью часть своего выступления, так как по какой-то причине все свыше меня нашли с незначительным опозданием, Рэба начал свое выступление на русском языке. Я не знаю, что делать. Если Рэба говорит по-русски, значит, в чем моя функция? Я обращаюсь к секретарю Рэба, обращаюсь к Рэберту. Никто не знает, никто не может сказать. Мне советуют записывай нот, записывай конспект, а в конце что Рэба скажет, то и сделай, как солдаты. Рэба обращается на русском языке и говорит к детям в России. Говорит к детям в России и призывает их к тому, чтобы вести еврейский образ жизни. И заявляет, что это разрешено советской конституцией. И вся власть должна и обязана соблюдать конституцию и дать возможность детям изучать Тору, соблюдать заповеди, родители имеют право воспитывать детей в этом духе и так далее. Для того, чтобы немножко образовать атмосферу, все, что касалось положения в Советском Союзе на протяжении десятков лет, у Рэба это была строжайшей конфиденциальности. Это было настолько секретно. Рэба знал, что есть русские советские шпионы, которые даже в синагоге у Рэба были, и все, что касалось подпольной жизни евреев, а в России была подпольная жизнь, в России была ешива, в России были в разных, во многих городах, были небольшие общины любавических хасидов, которые подпольно поддерживали еврейскую жизнь относительно воспитания детей, относительно собрания для молитвы, относительно кошерной пищи, искрытые миквы для ритуального омывения, и шхита, кошерное мясо, и так далее, и так далее. Но все это было настолько конфиденциально, настолько секретно, что об этом никогда не говорилось вслух. Более того, однажды я писал какой-то отчет, который я получил из России, сообщил об этом Рэбе, Рэбе передал через секретаря, что я, безусловно, уничтожил черновик, чтобы даже черновик не остался где-то в записи. Настолько Рэбе был осторожен ко всему, что касается России. Рэбе более чем кто-либо знал отличнейшим образом, что происходит в России, вплоть до имен людей, вплоть до образа жизни. Вся деятельность, которая там проводилась, не только Рэбе знал, Рэбе управлял этим разными путями, не путями. Был контакт, и об этом можно много рассказывать, как мы поддерживали контакт с Рэбе оттуда, и как Рэбе передавал указания туда. Все это было секретно. И тут вдруг, представляете себе, Рэбе говорит на открытой площади. Тысячи людей слушают его. Громкоговорители установлены на всех краях этой площади и усиливают звук Рэбе так, что, кажется, вся планета его слышит, буквально в физическом смысле. И Рэбе заявляет и говорит более того, «Я знаю, меня сейчас слышат в Москве. Пусть они откроют свою Конституцию и увидят, что там написано». Как будто Рэбе не знает, что Конституция это одно, а жизнь это другое. Все знают, что в Конституции написано, а в исполнительной власти, исполнительной жизни это совсем другая жизнь. Рэбе более чем кто-либо осведомлен всем этим. И несмотря на это Рэбе призывает пирс сабли на Конституцию. Я помню, как сейчас, когда я стоял на трибуне рядом с Рэбе, у меня в буквальном смысле коленки тряслись от страха. Просто я, как лично знаю отношение Рэбе ко всему происходящему в России. И здесь такое открытое обращение, это вышло за всякие рамки, за всякие возможности нашего понимания и восприятия. Вслед за этим выступлением более того, Рэбе сказал, пусть они, если они не исполняют, они являются криминальниками. Этим словом Рэбе назвал советскую власть. И если кто-то не выполняет, его нужно сместить с их поста и поставить другого, который будет исполнять их Конституцию. Рэбе не призывал к революции, Рэбе не призывал к изменению Конституции, Рэбе призывал к исполнению Конституции, но назвал советскую власть криминальники. После этого выступления на протяжении следующих трех с половиной лет Рэбе еще девять раз выступал на русском языке и каждый раз обращался к детям в России. В то время никто не понимал, что Рэбе имеет в виду. Только что приехавшие из России люди думали, что Рэбе вообще не в курсе, что происходит в России. Как Рэбе может говорить такие слова? Действительность совсем противоположная, совсем другая. Заняло годы. Пять лет до того, как Габачев пришел к власти. Еще несколько лет, пока перестройка и гласность вошли в жизнь. Прошли годы, но вот этот пролом, вот этот бомбу, которую Рэбе бросил тогда, пока она взорвалась, пока она возымела действия, пока она изменила ситуацию, изменила власть, изменила ситуацию и фактически дала возможность изучать Тору, исполнять заповеди и жить еврейской жизнью. Это заняло время, но это исполнилось в точности, как Рэбе тогда говорил. Безусловно, это были пророческие слова, свыше данные творцом Рэбе, который осуществил все это в реальной советской жизни. В одном из своих выступлений после этого Рэбе выразился такими словами, я-то очень помню, это на меня произвело огромное впечатление. Однажды Рэбе сказал так, что советская власть настолько должна помогать детям в изучении Торы, что участковый милиационер должен за руку вести еврейского мальчика, еврейского девочку в школу и обратно. Потрясающе. Я должен сказать, что когда я слышал эти слова, я понимал, естественно, это очень красивое, так сказать, литературное выражение, участковый милиационер за ручку ведет еврейского. Теперь я хочу переместиться в 89-й год, когда в Москве была открыта первая еврейская школа. Помещение не было, школа была открыта в здании центральной хоральной синагоги на улице Архипова, которая тогда называлась Архипова. В большом зале был большой балкон для женщин, и в этом балконе были размещены все 10-11 классов для мальчиков и девочек этой еврейской школы. Каждому отдельному углу занимался другой класс. Директор школы Равзев Куравский по традиции в России всегда детям в школе давали горячий обед. Естественно, что в условиях синагоги не было возможности, там не было кухни, не было возможности дать детям горячий обед. Что было решено? Сделали так, что так как директор школы Равзев Куравский жил буквально в 5-ти минутах, может 10-ти минутах ходьбы от синагоги, поднимаясь по улице Архипова, там была довольно большая улица именно имени Богдана Ахменицкого, символично обратите внимание. Но он жил на этой улице подальше. И что было решено в школе? Что каждый класс, несколько классов вместе по очереди шли к нему домой, у него дома готовили обед, они обедали у него дома, и так класса классом менялся. В обеденное время один класс обедал, возвращался и следующий класс ходил. Когда я приезжал в Россию в те годы, в 89-м году, я обычно останавливался у них дома, у Куравской дома. И вот однажды я иду в синагогу от Куравского, иду в синагогу, стою на перекрестке Богдана Хмельницкого и начала улицы Архипова, движение довольно сильное на Богдана Хмельницкого, стоит милиционер, регулировщик, который регулирует движение, я вижу напротив, навстречу мне на Архипово поднимается по горке класс, он идет обедать к Равку Равскому. И что я вижу своими глазами, когда они подошли к углу, участковый милиционер, регулировщик, берет за руку еврейских детей в буквальном смысле и переводит улицу Богдана Хмельницкого. я это видел своими глазами. Я стал состоять как, понимаете, слово, произнесенное Рэбе, осуществилось в буквальном физическом смысле. Это не литературное выражение, это буквально в самом-самом-самом буквальном смысле. Спасибо огромное Равлевин за эту потрясающую историю и потрясающие слова Рэбе. Спасибо вам огромное. Всего блага. Спасибо. Всего блага. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир и у нас сегодня очень особенный гость, директор и один из основателей общества Шамир, самых старых и уважаемых и важнейших русскоязычных еврейских организаций ради русскоязычных еврей во всем мире Равин Бецалель Шиф. Рав Шиф. Добрый день. Добрый день. Привет из Иерусалима. Привет из Иерусалима. Мы очень рады, что вы сегодня с нами и вот в этот особенный день, хорде, что в день гибель Бетамуз, у вас было такое очень близкое отношение с любовческим Рэбе. Очень много у вас было указаний, очень много было у вас деяния, которые вы сделали по его посланию, по его шлихуту. Расскажите нам, откуда это начиналось, как начиналась ваша связь с любовческим Рэбе. Поделитесь с нами, пожалуйста. Ну, это еще до того, как я родился, я уже был связан с любовческим Рэбе. Потому что и папа, и дедушка, и прадедушка все учились в Любавище. У меня так получилось, что в том классе, где я находился, вот эту историю, как я хотел рассказать, у нас было трое хорбатских мальчиков. Это я, мой дверный брат Илозов Горелик, он посланник Рэба в Австралии, чтобы он был здоров, он был здоров. И Рончик Маковецкий, который живет здесь, в Нейвраке, посылает в космос ракеты, спутники. Вот, слава Богу, все остались при том, с чем у нас случилось с детства. И вот, как-то, в одной из перемен, я смотрю, что там была у нас такая школа два этажа и между классами были развешаны карты республик Советского Союза, географические. Вот, я смотрю, мой возле Горелик, что-то там рассматривает, ищет. Ну, подошли, в чем дело, что-то ищет, он говорит, знаешь, что я решил найти Любавич. Это была такая прекрасная идея, все другое, почему раньше не подумали. Интересно, если Любавич, это же как бы географические, ну, ладно, другие вещи все как бы нельзя, это секретно и нельзя рассказывать, но географически мы все сразу поймем, потому что если, допустим, такой город, как столица, как Москва, там, или Ташкент, Лавдов, большие красные звезды, но если это говорится в Любавичах, где Рэбе, и там, где учились все наши знакомые, все старики уважаемые из нашей синагоги, там, конечно, должна быть эта огромная столица, огромное большое место, и мы ее сразу на карте найдем, не нашли, искали, остались после уроков, и поставили, вытащили столы из партии, залезли на них, ну, ищем, в Белоруссии, на Украине, в России, не находим, там был у нас какой-то преподаватель, инвалид, учитель географии, как раз, Гой, и он жил при школе, и вот он вышел в коридор и спрашивает, а что вы дети ищете, а что нам скрывали, там был какой-то город, где наши родители, деда учились, вот мы ищем этот город, он говорит, а это был большой город, ну, большой, конечно большой, очень большой, вот, давайте, говорит, попробуем вместе, в общем, он тоже не нашел, он сказал, знаете, что у меня есть идея, давайте поднем в библиотеку, в библиотеке есть атлас, атлас намного подробнее, чем карта, пришли в библиотеку, открыли ее, это же было после, уже все занятия, все ушли, нашли атлас, начали его листать, нашли Любавич, что такое Любавич, маленькая точка на карте, это было такое разочарование, как это может быть, не может быть, там Рэбе жил, там все, он увидел, что мы разочарованы, спросил, в чем дело, говорит, ну как, ну что-то непонятно, не получается, где звезды, где все это, говорит, я думаю, что я знаю, дело в том, что, ребята, я вам скажу, но это секрет, дело в том, что у нас есть секретные города и секретные объекты, видимо, там что-то есть, там какие-то спутники, или там военный, какой-то завод, или там рудники какие-то, вот поэтому это ничего не показывает, поэтому не расстраивайтесь, вы знаете, в атласе там внизу, есть все время написано, места, где сколько там жителей, какое там население, какая там промышленность какая, ну мы все это поняли, ну мы знали, у кого спросить, у нас был такой рэбэ, Рэбшмул Младу, который сам учился в Любавичах, ну мы пришли после школы домой, пришли, у нас были занятия с ним, ну и мы сказали, ну Рэбшмул, давайте рассказывайте, что было в Любавичах, он говорит, что ничего не было, ну как ничего не было, мы все знаем, только ты нам поподробнее расскажи, ну и когда мы всю историю ему рассказали, он сказал, ааа, вы про это? Да, 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 там были рудники, а что там было там, рудники, как находили это золото, так это золотые рудники были, а где это было золото, в воде, или в каких-то так, шахтах, он говорит, нет, 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 это просто во дворе в Любавичах, ищи, прямо во дворе валялись камешки такие, золотые камешки валялись, сказали, вот почему ты не подобрал, почему ты мог стать богатым человеком, он заплакал, и сказал, дети, мы не знали, что это золото, не знали, сколько это стоит, как это важно, но есть, которые знали, которые подобрали, и действительно стали богатыми людьми, и так, но только вы знали, что это секрет, это никому не надо рассказывать, это был вот тот вот секрет о Любавичах, который я еще услышал, когда был ребенком, который ходил в третий, четвертый класс, не больше. Потрясающе. Обращив вам огромное спасибо за потрясающую историю, ваши пожелания нашим зрителям? Пожелания нашим зрителям, что только со временем, ты понимаешь, есть такое выражение, которое говорили в Любавичской синоперке, в центральной, на 770, перед тем, как есть Киат Шуфар, Габай объявляет о том, что надо не шуметь, нельзя разговаривать, и чтобы никто не забывал, где он стоит и перед кем он стоит. Так поэтому это продолжает, для меня это все, это на всю мою жизнь. Это вечно, это вечно. Огромное спасибо, Рав Бачарль Шиф, огромное вам спасибо за эту беседу. Спасибо и все благословения вам. Спасибо огромное.